Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли меня, слышно ли меня. Пожалуйста, жду ваших откликов, чтобы я могла начать говорить с вами, ощущать вас, чувствовать вас. Я пришла с огромным желанием помочь вам. Десяточки, всё хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Ольга, Ольга, Тамара, Любовь. Здравствуйте. Давайте активно будем работать, дорогие мои. Давайте будем проявляться, потому что чем больше мы проявляемся, чем больше мы заявляем о себе Вселенной, Вселенная нас начинает слышать. И она начинает нам воочию помогать. Поэтому не засыпайте, а проявляйтесь. Тема сегодня просто великолепная. Скажите, пожалуйста, кто-то, может быть, меня видел, слышал? Если видели, либо слышали что-либо, ну, я всегда выступаю с темой о здоровье. И темы эти различные. Может быть, кто-то видел, слышал? Поставьте плюсики, чтобы я знала, как с вами общаться. Если не видели и не слышали, что вполне вероятно, такое пространство онлайн великое, огромное, поставьте минус. Ничего, всё хорошо, всё хорошо. Плюсики, Лариса, спасибо, Лариса, где-то вы меня видели, спасибо. Тамара видела, так, и вторая там, а Ольга не видела, Гапоненко, так. А моя фамилия Маргарита Сиренко, Сиренко. Так, Ольга, слушайте, так мы с вами вообще знакомы уже, дорогие мои. Вот вы меня, видимо, слышали, слушали, прослушали, но ко мне на занятия не пришли. Ну, это дело ваше, выбор ваш, конечно. Но я просто рада вас встретить, потому что сейчас выступаю я совершенно новой темой. Но даже когда я выступаю с одной темой, то я никогда не выступаю, не проговариваю что-либо одинаковое. У меня всегда всё интерпретация абсолютно разная, потому что вы знаете знания, они… Знания, извините за таптологию, знаете знания, потому что знания, они имеют знак бесконечности, огромный знак бесконечности. Но тренер, который не стоит на месте, он всё время пополняется какими-то знаниями, особенно такими знаниями глубокими, как здоровье организма человека. И знания эти из глубины, просто из самой глубины, от самой клеточки мы сегодня знания будем разбирать так, чтобы вы поняли, что же такое наш организм, что же такое наше тело, а что такое мы и как мы ведём разговор с нашим телом. Ну что же, поехали, готовы? Поставьте плюсики. Ну и хорошо. Конечно, вот на этой презентации мне хотелось бы те, кто со мной не знакомы, чуть-чуть познакомить. Вот она я, это снимок прошлого года, это года, так скажу, сейчас 16-го. Так, и я очень люблю горы, люблю путешествовать, я буду очень кратка, да, люблю горы, люблю путешествовать, люблю вообще в горах это удивительное состояние ощущений, я вам потом немножко подробнее скажу. Вот очень люблю, мы собираемся, ну, друзьями так списываемся в интернете, давно, много лет уже я занимаюсь этими практиками всеми, поэтому мы уже всё больше и больше узнаёшь людей, естественно. Вот, обзваниваемся, созваниваемся, переписываемся. И вот, посмотрите, ночной совершенно лес и вот такой огромный костёр, и мы вот все около этого костра делаем практики. Какие практики? В основном очистительные. И вот я на коне, люблю лошадей, дальше не буду больше ничего говорить. Те, кто знает, они, наверное, видели, потому что я эти фотографии не меняла. Очень люблю стрелять из лука, я продолжаю это делать, дорогие мои, я продолжаю кататься на лошадях, я продолжаю это ни разу, во всём. Очень люблю стрельбу из лука. Это вот, я тренер, я вип-тренер и провожу занятия в очень серьёзном, солидном спортивном клубе. Вот видите, очень большой зал. Вот там вот я, кто меня видит у окна, вот там я стою. Вот это девочки мои, но это ещё не все, не все ещё пришли в данный момент на занятия. Просто я решила тут, попросила, чтобы нас сфотографировали, запечатлели, так сказать. Вот. И занимаюсь давно, и занимаюсь йогой, начала заниматься с самого начала, но теперь я занимаюсь йога-терапией уже достаточно давно, где-то порядка шестой год. Я уже провожу занятия не йога, а йога-терапия. Для того, чтобы проводить йога-терапию, надо знать весь организм изнутри. И я его изучала, и изучаю, вот уже, сейчас скажу, шестой год пошёл, как у восточных знаменитых, очень известных профессоров, у Цинжон и Сэнфуджон, вот, и мне это очень нравится, очень нравится. Я понимаю, что это моё предназначение — помогать людям. Это, вы знаете, очень тяжёлый труд. Тут не знаешь ни дня, ни ночи, когда обучаешься, потому что организм человека, он очень сложен, это очень сложный компьютер. И плюс ко всему, вы знаете, мир на месте не стоит. И всё время эти же профессора, они всё время, вот, всё время снова приезжаешь на семинары, снова общаешься, и всё время снова узнаёшь такие всё глубже и глубже какие-то знания, вот. И хочется вам, до вас донести эти знания, чтобы вы понимали, что наш организм, он не приспособлен к тому подходу, который мы сейчас совершаем, что наш организм мир на месте не стоит. Всё везде движется, энергия сейчас мощнейшая, эпоха Водолея. Люди сейчас настолько меняются, их энергия меняется, отношения к себе, к своему телу, к своему здоровью меняются. Я надеюсь, что и здесь присутствуют такие же люди. И, конечно, подход, он тоже меняется. И мой подход, он меняется, и всё время мне нужно совершенствоваться. Поэтому, вот, я никогда не выступаю с одинаковыми знаниями. Я всё время говорю что-то новое. Но и сейчас тема новая, она ещё совсем, это молодая тема. Я проводила ещё только два, три или четыре вебинара на эту тему. Да, три или четыре, четыре, по-моему. Вот. И очень много желающих, и люди понимают, насколько это серьёзно, уже понимают и серьёзно относятся к своему здоровью, вообще к своему организму. И вообще, что такое здоровье? Это жизнь. И никак по-другому просто не назовёшь. Ну что же, поехали дальше. И вот, вот это моя команда в сокращённом виде. Я провожу практики в лесу, провожу вебинары с бубном. Всё это делаем, производим, проводим очищение нашего тела. Вот я вам показывала там костры на костре. Всё ненужное, что более не служит. Благом в нашем теле оно сгорает в костре, в огне сгорает. И мы всё это делаем с успехом. Поэтому посмотрите, какие эмоции. Вот посмотрите, какие заразительные эмоции. Здесь нет ни одного больного человека. Потому что, ну вот, многие из них... Я провожу занятия, вот уже 9-10 год пошёл, да, сентября месяца, 10 лет. И вот люди у меня, многие девочки, вот как только я начала проводить занятия, так они и пришли на занятия, почувствовали, что это тренер, скажем, но тот, который может им дать то, что им хочется. И они вообще вот все эти годы вместе со мной, рядом со мной. И нет ни одного человека вот здесь присутствующих, кто бы был меньше 4-х лет здесь со мной. Вот нет ни одного человека. 7-8, Людочка у меня 10-й год. В общем, все вот такие вот люди, очень включённые в себя, очень включённые, потому что понимают, что здоровье — это вся жизнь. И я вас никого сейчас не призываю, я просто рассказываю. И вот вы посмотрите, вот такой огромной командой мы путешествуем. Но это фотография 2015 года. А я покажу сейчас фотографии свежие, вот этого года. Люблю танцевать, очень люблю танцевать и продолжаю это делать. И дома я всё время танцую под музыку, под различную музыку, глядя на своё настроение, когда мне нужна сила, нужна энергия для того, чтобы пойти и помогать людям. Я мощную, сильную шаманскую музыку, включая у меня её достаточно много, когда мне хочется очистить своё тело, пойти навстречу и помогать кому-то. Я всегда, у меня такая духовная, очень тонкая, очень тонкая музыка. И всегда, когда я иду навстречу с людьми, я должна быть всегда наполнена огромным количеством энергии. Потому что человек, который имеет малую и низкую энергию, он просто не имеет права выходить к людям и говорить, вот я вот такой вот, я такая, я крутая, я сейчас вам помогу. Нет. Так нельзя Господь и вся божественная сила видит, когда человек неискренен и когда он слаб. А вот что я хотела бы вам показать. В этом году мне очень посчастливилось оказаться в огромной команде шаманской экспедиции, которая уходила на берега Байкала, в горы Байкала. Для того, эта экспедиция была такая, которая изучала жизни людей, древних людей, которые проживали высоко-высоко в горах. Весь Байкал вообще усеян, все берега горами. И мы поднимались на эти горы. Вот посмотрите, кругом горы, 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 горы. Везде горы, куда ни глянешь горы. Только одна пониже, другая повыше. И чтобы подняться в горы, нужна огромная сила, нужна огромная воля, выдержка, а главное — большое здоровье. И если ты болен, если у тебя слабые лёгкие, если у тебя давление, нездоровое сердце, то ты, конечно, больше, ну, не знаю, 100-200 метров больше уже не поднимешься, упадёшь, просто потому что в горах и разреженный воздух. И это всё время в горы, в горы, в горы, в горы, вверх, вверх. Это огромные усилия. И там такие усилия колоссальные, что и просто действительно преодолеваешь себя. Но когда ты преодолеваешь себя, дорогие мои, я думаю, вы меня поймёте, ты побеждаешь себя, ты побеждаешь всё ненужное в себе. Ты даёшь такой плюс своему организму, своей жизни, своему здоровью, когда ты побеждаешь себя. И поднимаясь вверх на гору, это просто, ну, это я говорю о своём ощущении, о своём состоянии, говорю, Господи, есть, я победила себя, я победила. Значит, у меня эмоциональное состояние, мощное, сильное. И я понимаю, что я ещё одну ступеньку, ещё одну вершину победила. И это здорово. И вот теперь это, вот там группа большая, она ушла, я задержалась и попросила меня сфотографировать. Вот это вот, мы подходим к горам, вот такое пространство более-менее ровное. Вот. И дальше я вам покажу сейчас. Вот посмотрите, это высоченная-высоченная гора. И она простирается прямо над самым Байкалом. Вот посмотрите, какое небо, да. Я там показывала вам, какие воды Байкала, но Байкал очень непостоянен, так же, как и человек. Он бывает то спокойным, то спокойным, но это мало, редко когда то мощным, то взрывным, то такой, что, знаешь, с ног сносит. И мы путешествовали там и на машинах, и на лошадях, и на пароходе. Мы три дня переплывали, вот проплывали какие-то места на пароходах. У нас было четыре парохода, мы на этих четырёх пароходах с одного места на другое выходили, находили высокую гору. И вот посмотрите, вот вершина горы, вы видите вот такие огромные валуны, огромные камни. Здесь были жилища древних людей. И мы, что мы исследовали в этой экспедиции? Мы находили очень много вот таких наскальных рисунков. И эти наскальные рисунки все изображали, ну, конечно, это были такие начальные ещё такие рисунки, не так, как сейчас рисуют, да, голова, глаза, уши, нос. Нет, там руки, копьё, вот ноги изображают позу человека, лук, стрела, какое-то животное. Но вот эти все жилища, они были на вершинах гор, древних гор, высоко, когда подымаешься. Они все разрушены временем. И мы вот это всё смотрели, изучали, записывали. Что ещё мы важное делали? Вот посмотрите, здесь лежат бубны. Каждый из нас, кто уезжал из своего города, мы понимали, что мы идём на очень важную миссию. Мы, и я в частности, про себя буду говорить, но нас так просили организаторы делать. Мы брали фотографии тех людей, которые болели, болели очень сильно, и раковые заболевания, и ноги отнимались, и сердце, сердечно-сосудистые заболевания. То есть серьёзные заболевания, когда человек буквально страдал и не знал, не знал, где попросить помощь, где взять, а главное, как её получить. И я вот своих учеников просила, знаете, кто у вас где болен, родные, близкие, знакомые, неважно, попросите у них фотографии, скажите, что вот-вот-вот, мы пойдём в такую экспедицию, будем там молиться за этих людей. Мы брали отрезки волос, мы брали отрезки накоточков, потому что это всё энергия человека. И когда мы поднимались в такую огромную вершину, совершали огромный переход, и вот вся наша такая воля была наполнена огромным количеством энергии, мы настраивались на дух, на силу Байкала, на силу этих гор, и мы там камлали. И бубные вообще просят, чтобы перед тем, как они начинают работать, камлать, им нужно огонь, тепло. Ну, а там огня не было, кругом камни, и вот мы их грели на солнце. И вот потом вот такие мы делали ритуалы мощнейшие, что вот всё тело надрывалось просто в желании помочь каждому человеку. Я сейчас говорю, и сердце моё трепещет, потому что это именно так. И вот когда мы закончили этот ритуал, я попросила, уже стали опускаться, я попросила сфотографировать меня, одна память. И вот посмотрите, вот Байкал, да, тут нигде ни берега, ни зги, ничего не видно. Байкал сливается с небом. И в этот момент вот Байкал был настолько, он услышал наши камлания, вот все эти песни, бубнов, всю эту энергию людскую, которая была направлена из наших сердец, только на помощь людям, которые страдают, жаждущим, больным, всем, кто нуждается в помощи. А главное, это началась война с Сирией, была война, мы очень болели за детей, которые и раненые, и больные, и убитые, и голодные, и так далее. Мы за всех молились, вот чтобы это прекратилось, это такое действие негативное просто. Ну, то есть вот такие вещи мы делали. И я очень рада и счастлива, что я попала в эту команду, попасть туда было сложно. Потому что брали не всех людей, да, вот, у кого открытое сердце, кто может вот это все помогать людям, да, вот. Это мои регалии и дипломы, здесь они не все, здесь только вот половина, но надо поработать с этим еще, добавить, вот. И вот теперь я вам скажу некоторые вещи, перейдем немножко к нашей теме. вот в каждом из нас, я буду, правда, в конце об этом говорить, заложен определенный энергетический потенциал. И этот потенциал, дорогие мои, неисчерпаем, он просто неисчерпаем. Это вот как цветок лотос внутри нашего организма. Вы все, наверное, знаете этот цветок лотос. Почему он считается священным? Потому что он растет на болотах, и его стебель до того длинный, он в болоте, корень его находится в земле, он берет энергию и силу от земли, так же, как человек. Так же, как человек берет свою силу. Мы с вами живем на земле, и мы берем оттуда свою силу. И вот эта сила, огромный такой стержень у лотоса, и он поднимается, распускаясь над водой в огромный белый красивый цветок с центром желтых лепестков, как солнце. Наверное, вы видели, какой этот цветок лотос. Это символ, символ всей Вселенной, символ нашей силы, символ наших желаний, символ нашего здоровья, символ наших целей и задач. Этот цветок лотос. И вот этот цветок лотос, он есть, он живет, он живет, услышьте меня, в теле каждого или каждой из нас. Здесь я не вижу мужчин, поэтому буду обращаться. По-моему, мужчин не вижу, да, и все, девочки. Внутри каждой из нас, хорошо, и теперь пойдем дальше. И вот вам наш организм, картинка в разрезе. В разрезе физическое тело. Здесь, конечно, изображены органы здоровые. И мы сегодня будем говорить с вами об архи, подчеркиваю, архи важной теме. В нашем организме, в нашем здоровье. Это здоровье почек. И почему, я говорю, это восточный метод? Почему? Немножко, чуть-чуть отвлекусь. Потому что я вначале еще сказала, что время бежит бегом вспять. Просто вспять. Скажите мне, пожалуйста, кто-то чувствует этой мощной энергии, когда проходит месяц, и мы не замечаем, как будто прошла неделя, а уже месяц. Посмотрите, только был Новый год, вот уже конец месяца. Моментально, просто незаметно, эти энергии. Мы не замечаем, как мы взрослеем, мы не замечаем, как стаж в наших книжках трудовых. Моментально не заметили. Вот уже только устроилась на работу, смотришь, уже 5 лет пролетело. Вот уже 10 лет пролетело. Вот уже мгновенно в паспорте цифры растут, хронологические цифры. А вроде душа молодая, тело молодое. Энергии, посмотрите, какие. Да, Ольга, очень мощные энергии. Вот кто не задумывался над этим, дорогие, постарайтесь ощутить это, потому что это действительно, это так, и ничего не стоит на месте. И если раньше мы лечились с вами, когда и сейчас мы так лечимся, заболел один орган, мы идем к доктору. У доктора говорим, предположим, болит печень. Что доктор делает? Он нам в итоге берет анализы и в итоге выписывает нам лекарства, таблетки. Мы идем счастливые, вот лекарства, вот сейчас мы попьем какое-то время, будем здоровыми. Да, мы пьем лекарства, таблетки. Какой-то период, который доктор там, неделю, да, чувствуем, что немножко получше стало, и хотя это не с печенью стало получше, я потом вам скажу, почему не с печенью. Вот. Ну, по крайней мере, вы понимаете, что раз вы пьете таблетки, значит, непременно в организме что-то должно измениться к лучшему. Да, на какое-то время, безусловно, печень ваша, немножко желчный пузырь ваш, чуть-чуть притихнет, но это на какое-то время, через какое-то время, буквально в скором времени, ваша печень и ваш желчный пузырь скажутся вам еще намного сильнее, потому что, ну, вы же знаете, это не сказки, вы все знаете, что попили вы таблетки, печень вы на время усмирили, да, вот, но другие органы, потому что мы знаем, что все вот эти таблетки растворяются в крови, а кровь разносит, движется по всему нашему телу, по большому и малому кругу и разносит всю эту грязь, всю эту гадость по нашему организму и травит другие все органы. Согласны ли вы? Или я что-то говорю не так? Дорогие мои, а я буду продолжать. Так что же такое почки? И какая их ценность для здоровья нашего организма? И что же такое причина заболевания почек? Как проявляется болезнь почек в организме? Какой секрет хранится в наших почках и как его найти? Если вам интересно, давайте я вам постепенно буду потихонечку рассказывать, а вы напишите мне в чате, пожалуйста, как вы думаете, для чего вашему организму нужны почки? И какие функции они должны выполнять? И выполняют ли они эти функции? Вы пишите, пожалуйста. Давайте будем активны, дорогие мои, потому что вот я выступаю на вебинарах, рассказываю, прошу написать что-то в чате, а они говорят, ну, настолько интересно, что нам даже просто не хочется отрываться. Ну, давайте уже будьте активны, потому что я вам в самом начале сказала, что те, кто проявляет себя активно, Вселенная, энергия Вселенной вас видит, вас уже замечает. Знаете, это вот может быть кто-то не верит, но это именно так. Вот те девочки, которые у меня занимаются в группе, вот, и те, кто у меня вот на курсах обучаются, они все отмечают, что вот, ну, во-первых, никаких, никаких, ничего негативного не происходит ни с ними, ни в семье их, никаких таких экстремальных ситуаций, никто так сильно, знаете, здорово не заболел, никто не теряет деньги, никто не бьёт машины, ни у кого не крадут машины, ни у кого не бывает вот этих каких-то аварий и прочее. Да почему? Да потому что Вселенная этих людей начинает оберегать. Те, кто занимаются уже над собой, Вселенная, Божественная сила, она уже видит энергетически, кто работает над собой. И таких людей оберегает, и это не сказки, поверьте, это так. Так вот, что ж такое почки? Считается, что в почках находятся корни всех внутренних органов. И почка — это не просто органы, а вместе, услышьте меня, с надпочечниками, половыми органами, которые связаны с деторождением и производством спермы, почки питают головной мозг, участвуют в кроветворении, отвечают за кости, за волосы, за глаза, за слух, укрепляют наши связки. И всё это вместе есть почки. Вот всё это, да, Алла, спасибо. Да, потому что я никогда не прихожу, я не бываю просто в потоках слабых энергий, не бываю. Ну, почему бы я вам показывала, как нужно примерно, примерно, как я живу, поэтому всегда я в потоке божественной силы. Я всегда ничего не делаю от себя, я всегда делаю с помощью божественной силы. А вы знаете, у Бога нет других рук, кроме наших, понимаете? Но только наши руки. Бог только нам даёт разрешение и помогает нам. Так же и мне. Так вот, почки, дорогие мои, они настолько огромные труженики в нашем организме, и вес почек наших не более 200 грамм. Вот я вам просто скажу, что почки, их форма очень схожа с формой наших ушей. Вот обратите внимание, у кого-то уши большие, я вот сразу, но поскольку я много чего знаю, немножко от Бога знаний, от профессоров, я сразу сканирую человека, да, и вижу маленькие ушки у кого-то, и понимаю, что почки маленькие, и почкам нужна помощь, нуждаются помощи. Если уши большие, то, как правило, уши большие, да, у них как бы энергии должно быть много, но обычно у таких больших ушей, к таким большим ушам мало подводится крови к почкам. То есть разные бывают отклонения, но тем не менее, у почек форма наших ушей в основном, иногда бывают такие отключения, да, но в основном это где-то до 200 или 200 грамм, каждая из них, но почки за сутки обрабатывают, дорогие мои, до тысячи литров крови. Вы только подумайте, такая огромная работа, до тысячи литров крови. И что ещё важная функция какая, наиважнейшая функция почек в нашем организме, это наиважнейшее просто. Почки очищают наш организм от всех грязи. О грязи и разновидности в организме человека очень много, я вам буду говорить о них. Так вот, почки, основные вот эти функции, мощнейшие, они творят в нашем организме. И, что очень важно, если больны или нездоровы почки, и если почки не выполняют вот эти важные функции, которые обрабатывают тысячи литров крови, смогут обрабатывать только, скажем, пятьсот, и если почки не выводят полностью все грязные энергии из нашего тела, то всё это влияет в полной мере на здоровье печени, здоровье желчного пузыря просто напрямую, просто напрямую, здоровье сердца, здоровье желудка, здоровье всей пищеварительной системы, здоровье всего обмена веществ. Вот какая огромная роль почек в нашем организме. Это вам интересно? Дорогие, почему именно так? Вот почему именно от почек зависит здоровье по сути, по сути всех наших жизненно важных органов? Я вам объясню. Я вам говорю о восточном подходе к здоровью своего организма. А подход восточной медицины, он таков. Организм человека это целостная система. Это не отдельные органы, с которыми мы пришли к доктору. Либо это желудок, печень, сердце, почки, тонкий, толстый кишечник, яичники и так далее. И нам доктор лечит, дает таблетки от какого-то одного органа. Нет, это совершенно неправильный подход. Но я не говорю сейчас о нашей медицине, я говорю о другом подходе восточной медицины, когда весь организм это целостная система. И если нездоровые почки, значит нездоров весь организм. Если у кого-то нездоров позвоночник в любой части его тела, я сейчас вам покажу, дорогие. Вот так выглядят почки в разрезе. Вот так они выглядят. Вот это здесь происходит очищение крови. Это мочеточник и вот мочевой пузырь так называемый. Здесь мочеточник и потом выходит это почки напрямую связаны с мочевым пузырем. И почки напрямую через мочевой пузырь выводят все токсины, все шлаки из организма. Как только почки нарушили свою работу, так начинается нездоровье в организм. Это один аспект. Маленький. Так вот, целостная система восточной медицины заключается в том, что эта система энергетическая. Вот посмотрите, здесь тело человека в разных ракурсах. Передний торс, задний торс и вот человек сбоку. И весь организм человека это энергетическое мощнейшая система, как паутина. Видели паутину, да? Вот как паутина переплетено всё в организме человека. И вот эта паутина, это есть энергетические каналы, которые связывают все наши внутренние органы и не только. Эта паутина, эти энергетические каналы связывают в организме тела каждый волосок поверьте, если вы об этом не знаете, это не значит, что это не происходит. Каждый волосок, каждый зубик, каждый ноготочек, каждый орган, все ткани, все мышцы, все сухожилия, все косточки, всё, всё задействовано в организме, всё здоровье в организме зависит только от состояния этой энергетической системы. И пришли эти знания, они очень древние, 3000 лет назад. И пришли они к нам недавно, сравнительно недавно. Эти знания были подвластны древним учёным китайским, которые их разрабатывали для того, чтобы продлить свою жизнь. И они продлевали свою жизнь, но никому об этом не говорили. У них были такие санскрипты, и они эти прятали, когда они уже умирали, они завещали, что вот эти их рукописи, они прятались где-то в горах, прятались где-то в пещерах, вот не в горах, а в пещерах они прятались. Ну и пришли времена, когда вот эти все знания, они стали открыты, постепенно открываются. Есть, вы знаете, в интернете кое-что, вот такие рисунки, есть какие-то точки, ну что такое точки, без никаких знаний, что такое одна точка, две точки, в нашем организме энергетических, активных энергетических точек, только древние вот эти профессора, древние ученые, они их назвали около 400, около 400. Так вот, я-то вам сейчас хочу остановиться только на том, что наше тело это энергетическая система, это энергетические каналы, по которым движется кровь, наша дорогая, любимая кровь, наша кровеносная, животворная система, и она движется так, что подводит питательные вещества каждому органу, проходя по энергетическим каналам. Как? Каким образом? Каждый энергетический канал связан с внутренним нашим органом. У нас 12 внутренних органов, и у нас 12 энергетических каналов. Тело, правая, левая часть, 12 пар энергетических каналов. энергетических И поэтому очень важно понять, что вот во всей этой энергетической системе в организме человека то, что сохраняет нам жизнь. То, почему мы живем 50, 60, 70. Есть такие системы, о которых мы, может быть, не слышали, не знаем, но они есть. Это система охранная, я вам потом немножко расскажу о ней. Это система регенерации, это система самооздоровления и наиважнейшая система самоисцеления. Так вот, я в свое время у меня болели почки, был пилонефрит, и я начала болеть, ну, я, конечно, не знала и не оценивала этого, мне было 18 лет, молодая девушка, но у меня очень отекали ноги, и утром я вставала, у меня отекали все глаза, девушка молодая, представляете, вот, а я и училась, и на тот момент очень, ну, работать я пошла рано, и работала, я уже в 14 лет работала, да, вот так вот в моей судьбе кармической, да, вот, и поэтому, когда у девушки отекают ноги, а хочется быть красивой, это же некрасиво, когда отекают ноги, и вот я долго задумывалась, тоже пила таблетки, меня отправляли, я работала, меня отправляли лечиться в Крым, давали мне путевки, почти там бесплатные, там, как они назывались, со скидкой, да, вот, и я ездила, лечилась, но толку-то не было особо никакого, хотя таблетки там не давали, там было, нужно было купаться, гулять и так далее, и так далее, но это не суть, как важно, и вот позже, когда я поняла, что от почек начали заболевать уже другие органы, это уже было, случилось уже позже, а потом случилось и сердце, и однажды я зашла в свой подъезд, я подняла одну ногу, одну ногу поставила на ступеньку, а у меня было это 34 года, я одну ногу поставила на ступеньку, вторую ногу я на ступеньку поднять не могла, и вот так работают почки в организме человека, это всё со временем, раньше началось вот эта вот болезнь пилонефрита, и всё, поехала, поехала по цепочке, потому что организм-то целостен, вот та картинка, которую я вам показывала, всё одно от другого зависит, почки, когда они заболевают, они, да, но я сейчас не буду пока об этом говорить, так вот, подход восточной медицины такой, что организм человека это не детали у машины, это целостная система, и для этого нужен другой подход, и нет ни одного органа, уже ни одного органа, который бы не начинал страдать от нездоровья почек, может быть, вас заинтересует такой вопрос, а от чего же болят почки, и пожалуйста, вот, напишите мне, у кого какие-то заболевания почек или внутренних органов, мы с вами пройдёмся, поэтому, по всем вашим недомоганиям, да, вы узнаете причины, вы будете чётко знать причину, вот сейчас заострю внимание, причина, мы с вами, когда идём к доктору, мы с вами идём только с симптомами, не с причиной, идём с симптомом, болит голова, головные боли, жар в груди, тяжело дышать, давление в сердце, болит печень, желчный пузырь и так далее, и так далее, мы идём только с симптомами, это не болезнь, болезнь другая, и надо найти корень причине ваших головных болей, у меня на тот период так проявлялось, я с ужасом ожидала вечером, потому что к вечеру у меня поднимались такие боли, которые, вот я волевой человек, но мне пришлось становиться волевым, потому что я сама себя делала всю жизнь, мне никто не помогал, вот, и при таком количестве, ну, воли, я хваталась за голову, я страшно переживала вот каждые вот эти приступы головных болей, и только потом, позже, я стала понимать, отчего это, отчего, причину, причина-то не в том, что голова болит, это только показатель, а причина как раз в нездоровье почек, и так проявляется у всех, но только по-разному, дорогие мои, вот у всех по-разному, у кого-то, смотрите, у кого-то болят ноги, опухают колени, болят стопы, или стопы холодные, или руки холодные, или жар в груди, или болит печень, желчный пузырь, болит желудок, болит селезенка, вы это все понимаете, знаете уже, где, в какой стороне находится ваш какой-то орган, когда он заболел, когда он дает вам синдром, болезненный синдром, уши, теряем слух, теряем зрение, теряем зубы, болят десна, мы теряем зубы только от почек, ничего другого, ни от старости, ни от чего, только лишь от почек, кто не знал это, возьмите себе на заметочку, пожалуйста, вот, и вот поэтому здоровье почек, это и есть столб наших, нашего здоровья, это и есть причина всех наших заболеваний, абсолютно всех, я не ошибусь, вот абсолютно всех, немножко подальше мы с вами рассмотрим, и вы поймете, пишите, пожалуйста, давайте поактивнее, дорогие мои, вас немного сегодня вот в сети, очень жаль, хотя такая тема, от которой зависит, ну просто жизнь каждого человека, вот, и мне бы хотелось, конечно, чтобы тут было не 15, а 500 человек, 500, 1500, это вот настолько, это важно и нужно, почка не работает вследствие гидронефроза, поставили нефростому, грозит удаление, вот видите, Ольга, моя дорогая, так, сердце, ощущение одной почки, ощущение одной почки, да, понятно, какой, правой, левой, Танечка, какой, правой, левой, это важно, и вот, дорогие мои, так вот, что еще, в чем еще причина, чем еще страшны-то вот болезни почек, они нас очень быстро приводят к старости, и чтобы вы знали, что человек, организм человека уже начинает, опущение одной почки, правой, Татьяна, вот я, может быть, отвечу на вопросы всех женщин, которые присутствуют, правая почка, она физиологически находится немножко ниже, чем левая, потому что с правой стороны у нас большая печень, и печень эта, она простирается глубоко ниже уровня почек, и поэтому это не болезнь, это физиологически так устроен наш организм, другое дело, если оно у вас болит, вот, а то, что оно опустилось немножко, да, но еще, дорогие мои, у кого опущение, сразу по ходу вам, чтобы вопросов, чтобы уже знали, у кого опущение внутренних органов, то знайте, не беспокойтесь, Танечка, хорошо, не беспокойтесь, спите спокойно, значит, у кого опущение внутренних органов, вы должны понимать, что внутренние органы, которые я вам показывала на картинке, они просто так внутри нашего организма, они висят и не болтаются, как горшок на веревочке, нет, они закреплены между тканями, а главное, держатся на мышцах, на сильных мышцах, но как только наши мышцы ослабевают, услышьте меня, если мы не занимаемся физикой, никак, мышца ослабевает, она ослабевает, так наш организм устроен, то, естественно, орган опускается вниз, я это понимаю, всем рассказываю, и на своих вебинарах я даю дополнительно 6 бонусов, чтобы ваши органы не опускались физических комплексов или цигунь, или йога-терапии своих, и сама записываю эти комплексы, да, я тренер, вот, и для того, чтобы мышцы ваши наливались силой, мощью, чтобы они были гибкие, пластичные, чтобы они держали наши органы на том месте, где и предназначено быть, поэтому у кого такая картина, спите спокойно. Спасибо. Так вот, что я хотела, вот видите, я ушла от темы, забыла, так, вот так вот, по поводу старости, по поводу старости, организм начинает болеть, бро, 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 не болеть, стареть, стареть уже с 30-ти летнего возраста, пока мы этого просто не замечаем, в 30 лет, что такое девушка или парень, это всё впереди, вся жизнь впереди, мы все это понимаем, но клетки начинают уже стареть постепенно, к 40 годам это не происходит ни за месяц, ни за два, к 40-50 годам, и вот к 40-45 мы что уже начинаем? Мы чувствуем усталость, мы чувствуем головные боли, мы уже чувствуем негативное состояние, мы чувствуем, как что-то взрывается внутри нас без причины, кажется бы, мы не можем сдержать свои негативные эмоции, мы агонируем, мы на кого-то завидуем, мы на кого-то можем взорваться, мы ведём себя не сдержанно, мы не понимаем, что мы не сдерживаемся, и вот это негативное всё внутри нас проявляясь, снижает наш энергетический потенциал, и естественно, когда становится энергии мало, то организм начинает потихонечку, потихонечку заболевать, и если наш в возрасте там, и мы живём, смотрите как, про возраст сейчас не буду говорить, мы живём-то как, вот в основном думаем о том, как бы нам карьерный рост, как бы нам больше зарабатывать денег, да, обеспечить семью, да, но не надо забывать о том, что вот под нашим контролем находится вот этот организм, который подарил нам Бог, и если мы не добавляем, если мы не занимаемся своим телом, не занимаемся какими-то практиками, не занимаемся физически со своим телом, наш организм начинает убедать, и в 40-50 лет, если наш маршрут был в основном работа-дом-работа, то после 50-ти, после 45-ти у нас уже маршрут становится другим, аптека-работа-снова аптека. Как бы нас не выгнали с работы, пьём таблетки, снова аптека, ну вот и так далее. И вот я бы хотела, чтобы вы услышали всё это, чтобы вы услышали, что-то внутри своей головушки немножко изменили насчёт того, что организм целостен, и один орган лечить бесполезно, вы так будете лечить всю жизнь до скончания века, сначала один, потом второй, потом третья цепочка эта крутится, вращается, как планета Земля, да, и никогда вы не исцелите своё тело. Тело нужно исцелять в целом, весь организм. Хорошо. Так вот сейчас я хотела бы остановиться на том, на причинах, очень кратко, причина заболевания почек. И первая причина, первая причина, которая является, от которой заболевают почки, это страхи. Вот просто выложите себе в головушку страхи, которые мы ещё начинаем впитывать в себя, будучи детьми, от своих родителей, не ходи в воду, простынешь, не сиди на камне, не будешь рожать, принесёшь двойку, получишь ремня, или не будешь есть сладкое, в университете, в институте, на работе, боимся потерять зарплату, боимся потерять свою работу, боимся каждого дня, боимся остаться без денег, боимся заболеть, боимся умереть. А боимся умереть — это самый большой страх. Он, конечно, сохраняет нашу жизнь, какой-то, безусловно, помогает нам где-то не упасть лишний раз и не разбиться, да, это понятно, это несколько нужный страх, нужно беречь свою жизнь, беречь свою жизнь. Но вот эти страхи в организме так Бог устроил, дорогие мои, вот эти, как только эта эмоция страха вошла в нас, так она куда входит? Она входит в этот орган, который называется почки. Как только эта эмоция страха попадает в почки, а почки что должны делать? Вот так работает каждый орган, заметьте. Я сейчас останавливаюсь на почках. А почки что должны делать? Они должны чистить кровь, этот литр крови перекачать от грязи. Они должны эту грязь вывести из нашего организма. Но что происходит? Когда почки начинают, когда в почках скапливается огромное количество этой грязной энергии, когда было немного, почки работали, справлялись, а почки — это фильтр. Это вот марлечка такая, фильтр. И постепенно вот эти почки, когда они чистят кровь, а кровь несёт грязи очень много, и грязи в организме много, но это происходит так постоянно. Уже к 40 годам там уже просто грязи килограммами и тоннами, честно вам говорю. Вот. И поэтому почки не совсем справляются, но опущение, да, ну, это уже было, да. Так вот, почки не совсем справляются, и что происходит? Я потеряла мысль, опять начала читать текст в чате. Да. Так вот, почкам теперь для того, чтобы работать, нужно вот этот страх, вот эти энергии страха, которые скопились огромным комком там, и они не дают возможность почкам в полной мере чистить кровь и очищать наш организм. почки постепенно начинают терять, терять эту энергию. Что они делают, почки? Они начинают свою энергию, которая у них есть, тратить на то, чтобы рассеивать эти энергии страха, чтобы этот ком, который образовался в почках, рассеять его, рассеять, уничтожить, убрать, чтобы почки могли чистить кровь, продолжать свою функцию. организму нужна чистая кровь, а не грязная. И вся эта система охранная, о которой я вам говорила, она следит за этим, она же, Бог хочет, чтобы человек был здоров, и она вот так вот помогает, охранная система всё время следит. А что же, что случилось? Почему почки перестали чистить кровь, и кровь идёт грязная, и по верхней части туловища, и по малому кругу, и по нижней вообще не опускаются? Да потому что кровь грязная, стала вязкая, прыгает, как лягушка, понимаете? И вот почки огромное количество энергии тратят на то, чтобы рассеять эту энергию страха, этот ком, образовавшийся, плотный. И так она теряет энергию и перестаёт выполнять на 100% свои функции. Что происходит дальше? Итак, каждый орган, дорогие мои, а почки переносят питательные вещества вместе с кровью в печень. И когда почки уже начинают плохо чистить кровь, конечно, какое-то количество крови проходит, но она проходит, но она уже идёт грязная, нечистая по нашим каналам. И что она делает? Когда грязная кровь идёт по нашим каналам, энергетическим, а энергетический канал, я вам напомню, связан с каждым нашим внутренним органом. И если я вам сказала сейчас про печень, так вот, канал, который подходит к печени, канал я примерно вот как вам скажу, вот чтобы вы представляли немножко, вот шарик, шарик, вот тот, который мы надуваем, шарик – это печень, предположим, это любой орган, сердце, печень, любой, неважно, а вот ниточка, которой перевязан этот шарик, вот она, ну вот, этот шарик, орган связан с этой ниточкой, а ниточка – это канал, который подводит питательные вещества. но там, где перевязана ниточка, где мы перевязываем шарик, и она перевязана за счёт чего? Она засорилась, канал засорился, зашлаковался, и кровь не может пройти, в полной мере подойти к той же печени, чтобы принести и питательные вещества, и печень осталась одна, один на один, без помощи той же охранной системы, той же системы самооздоровления, потому что канал, который должен подводить всё питание для неё, для печени, он перекрыт, и печень начинает, если мы не поедим день, не поедим два, на третий мы уже что, взорвёмся, точно так же печень. Как отзывается тогда печень? У неё нет питательных веществ, у неё становится меньше силы, меньше энергии, а печень в нашем организме выполняет 500 различных функций. Можете себе представить в своей головушке 500 различных функций? 500 это только представить это целая фабрика. И когда печень вот так обесточена, в ней мало энергии, естественно, она тоже чистит кровь, она тоже перестаёт в полной мере на 100% чистить кровь, она перестаёт собирать внутри себя те питательные вещества, которые помогают нам совершать обмен веществ, она перестаёт выделять определённые кислоты в желчный пузырь, чтобы желчный пузырь свою функцию выполнял. И вот вам цепочка на примере, а желчный пузырь не выполняет тут же, страдает желудок, поджелудочная железа, 12-перстная кишка, затем селезёночка малюсенькая, которая тоже чистит кровь и тоже вот этот вот весь этот процесс он в организме происходит, конечно, он не просходит за месяц, конечно, это год, два, три. Может быть, у кого-то больше, но мы этого не замечаем. Мы в основном замечаем, когда у нас какой-то вот один орган проявился, скажем, сердце, и мы чувствуем, что у нас давление высокое, низкое, но вот для кого-то будет, может быть, новым, когда давление скачет высокое или низкое давление, это всё опять же та же причина. печень и почки плохо чистят кровь, и грязная вот эта кровь подходит к сосудам, сердца, кровеносным сосудам, к этому, к желудочкам сердца, и там тоже шлакует, вот всё это оставляет свою грязь, и тогда сердце, что ему надо? А сердце, огромное количество крови ему нужно вытолкнуть по нашему организму, чтобы напитать, наполнить вот эту верхнюю часть туловища, там, где жизненно важные органы нашего организма. Это лёгкие печень сердца, жизненно важные органы. Охранная система следит за этим, пока у неё есть энергия, и Господь, Он делает всё, чтобы эти важнейшие органы, если лёгкие, пожалуйста, человек будет задыхаться, астма и так далее, печень, процесс пищеварения, сердце, сами знаете, говорить не надо, да? Вот. И тогда, но кровь по верхней части туловища как-то ещё будет ходить, чтобы обеспечить жизненно важные органы наши, не дать организму нашему умереть, а как мы себя уже чувствуем? А мы чувствуем себя уже плохо, у нас начинает болеть, позвоночник, начинает болеть в этом состоянии бёдра, начинает болеть вся костно-мышечная система, начинает болеть колени, начинает болеть стопы, начинаются венозные болезни. Да почему? Да только потому, что кровь, вот которой наши все защитные системы, пока они могут, они направляют кровь на защиту этих жизненно важных органов, она с трудом опускается вниз, а снизу ей нужно подняться вверх, вы понимаете? Вниз-то проще, легче опуститься, чем вверх, а тут ещё вверх и лимфатическая система, которая тоже уже начинает страдать, вот, и тогда конечно начинаются болезни ног, болезни всей сексуальной системы напрямую связаны со здоровьем почек, здоровье позвоночника, поясница, вся область позвоночника напрямую связана со здоровьем почек, напрямую, канал мочеполовой системы, канал мочевого пузыря идёт прямо по центру нашего позвоночника и напрямую связан с почками, напрямую, и если хорошо чистый канал вот этот вот мочевого пузыря, то почки здоровые и хорошо фильтруют, тогда и кровь идёт, опускаются в ножки, и ножки здоровые, и коленочки здоровые, и ручки здоровые, и всё здорово, понимаете? Вот, если вам вот это понятно, как работает наш организм, я вам только сказала, естественно, время позволяет, только я вот это всё рассказываю на своём курсе, на своём курсе вы становитесь такими, такими образованными, вы становитесь просто профессорами, профессорами. Так вот, ещё важную вещь вам только расскажу. то есть, смотрите, уясните себе, чтобы наш организм был здоров, нам нужно сделать, что нам нужно сделать? Два важных фактора, только два и только два. Нам нужно, чтобы вот эти энергетические каналы, которые связываются с внутренними органами, были чистыми, и по ним могла двигаться кровь, свободно, чистая, без грязных включений, и чтобы та сила, с помощью которой по энергетическим каналам движется кровь, это энергия. Слово энергии, вы, наверное, слышали уже, оно уже звучит везде, но не все понимают, что такое энергия. Энергия — это жизненная сила. Это когда у нас мало энергии, у нас мало жизненной силы. У нас мы только можем, вот, работа, дом, работа, мало энергии. И тогда мы не становимся бизнесменами, мы не ставим себе больших целей, мы становимся безвольными, мы становимся взрывными, и очень часто таких людей говорят, да, он слабак или она слабачка. Человек, у которого нет воли, он не способен менять что-либо в своей жизни. Но это все нарабатывается, не волнуйтесь. Так вот, два фактора. Один фактор — это нужное нам количество энергии и каждому организму в отдельности свое количество энергии. И нужное нам количество крови. Это кровечистые энергетические каналы. Как эти каналы прочистить энергетически, чтобы они были свободны, чтобы проход был свободен, и чтобы наши внутренние органы все время были наполнены энергией и питанием. Энергией и питанием. Вы же знаете, когда мы правильно питаемся, когда мы правильно спим, когда мы занимаемся своим телом, Когда мы живём правильно, когда мы поправили нашу головку и здесь вот поменяли старый уклад наш, подход к здоровью на новый уклад, очень многое меняется в нашей жизни. Очень много. Так вот эти только два фактора. Что нужно сделать? Нужно просто знать, как это сделать, чтобы запустить свой организм, перезапустить его. Из больного сделать здоровый. И это, поймите, это вообще здорово, и это возможно. И это, ну, вот те, кто у меня, я вам сейчас покажу, обучаются на курсах. Вот я тут некоторые вам дала, некоторые отзывы просто положила. Вот так энергетические каналы вот на груди у женщины идут. Везде всё каналы, всё каналы, всё каналы. Всё каналы, вся мочеполовая система, вся сексуальная система, у кого вот болезни грудных желёз, это всё почки. Ничего не бывает без почек. Почки оказывают на всё своё влияние, на все внутренние органы. Болят руки, болят плечи. Это всё. И вот смотрите, вот наш позвоночник. И вот как восточные медики, они говорят о позвоночнике. Позвоночник — это вешалка для болезни. Это просто вешалка. И это действительно, когда я сначала для меня, я так засмеялась, вот когда была произнесена при мне эта фраза. Но теперь, когда я столько лет изучаю это и знаю это, то, конечно, на позвоночник выходят внутренние органы энергетические, как вам сказать-то, нервные окончания всех наших внутренних органов. Абсолютно всех. Это проявление просто. И если в какой-то зоне позвоночник заболел, значит, на том же уровне уже болен какой-то орган. Просто он пока ещё о себе не заявил. Так, ну это я уже вам не буду давать, потому что вот смотрите, как зависит действие шлаков на здоровье. Вот шлаки накапливаются в коре головного мозга, головные боли. Дальнейшее накопление шлаков, почки не справляются. Это аллергия, это почечные проблемы, это моча, это белая моча или очень тёмная моча, мочи в половой системе. Очень много всяких заболеваний. Это женские все болезни, у кого кисты, полипы, фибромы, камни в желчном пузыре или в почках. Это всё причина шлаков, которые вот просто закрыли проход в почке. И что нужно, вот сейчас каждый из вас, наверное, скажет, а что нужно сделать? Нужно просто прийти на курс, и вы будете знать, как почистить канал почек, как прочистить канал мочевого пузыря, как прочистить канал печени, как прочистить каналы сердца, чтобы эти органы снова, знаете, стали молодыми, прочистить, убрать всю грязь, чтобы кровь шла чистая к нашим внутренним органам, чтобы энергии скопилось много, а её будет много, и эта энергия будет толкать кровь по чистым уже каналам по всем железной дороге, как поезд идёт по железной дороге, ничего нигде не мешает, никаких препятствий, и принесёт всё, что необходимо к нашим внутренним органам. И что происходит, дорогие мои? А происходит вот что. Происходит вот что. Как только мы работаем на курсе, скажем, с почками, да, мы дали энергию почкам, мы прочистили канал почек. Почки что начинают сразу делать? У них появляется энергия, они начинают чистить кровь уже лучше, вот там через день, через два уже лучше, затем через неделю ещё лучше, через две ещё лучше, и это вся кровь, и чистая кровь идёт уже к печени. Печень что? Ей дают энергию, ну вот как нас подпитывают, да, мы покушали, были голодные, нам дали поесть, о, мы снова вздохнули радостные. Точно так же и печень. У ней появилась энергия, она уже чистит кровь, она все питательные вещества, кислоты специально передаёт желчному пузырю. Желчный пузырь уже начинает расщеплять нашу пищу так, как положено, и все уже, вся грязная пища уходит на нашу, вернее грязная, выходит через тонкий толстый кишечник. Почки помогают это вывести, потому что у них уже есть эта сила, а вся нужная энергия, хорошая пища идёт дальше, идёт дальше туда, куда положены вот этим маршрутом для того, чтобы дать, наполнить энергией наш организм. Вот так постепенно происходит. Но ещё я вам очень важную вещь сейчас скажу. Что ж такое почки? Это я вам не могу всё рассказать, понимаете, мне очень хочется, вот чтобы вы услышали себя, но ещё скажу немножко, ну и дальше, вот организм не в состоянии бороться, инсульт, инфаркт. Это именно так, когда всё зашлаковано. И инсульты что, мужики от чего мрут? Инсульт, инфаркт, правильно. Женщины от чего страдают? Фибромы, кисты, полипы, болезни, уже у женщин болезни сердца, они просто стали просто настолько частыми. Я уже вообще не удивляюсь, просто не удивляюсь. Уже инсульты у женщин, это считается нормальным, а раньше было совсем не так, а сейчас уже просто нормальным. Если давление высокое или низкое, то пьют таблетки и считается это всё нормальным, головные боли, это всё нормально вроде бы. Но причина-то корень надо, корень, дорогие мои, помогать корню, корень исцелить, убрать вот этот злой, этот дух, который живёт в нашем организме, убрать его, корень захватить, чтобы весь организм начал само исцеляться и само восстанавливаться. Так вот ещё, что вам скажу. Когда мы рождаемся в нашем ещё в утробе матери, ещё в утробе маме Вседневной, и нас Вселенная, Бог, Божественная Сила так устроена, наделяет просто огромным количеством энергии, жизненной энергии на нашу жизнь. И когда мы рождаемся с первым криком, эта энергия входит в наше тело, и она помещается в надпочечниках. Эта энергия, услышьте меня, энергия вашей силы, вашего рода. Это ваших семь поколений, которые подарили каждому ребёнку такой подарок, завещание такое дали. Одному меньше, другому больше, в зависимости от того, какой род был. Но всё равно каждому из нас это завещание, этот пакет огромный дали. И он находится в организме нашего тела, но мы о нём ничего не знаем. Мы о нём ничего не знаем, потому что мы живём вот так. Работа, дом, работа, аптека, дом, аптека. Потому что мы не хотим ничего знать о своём вот этом священном теле, которое нам подарил Господь. И что происходит? Мы живём 40, 50, 60 лет. Конечно, болеем. Конечно, страдаем. Мы страдаем. И после 50 лет уже в большинстве своём никто, ни женщина, ни мужчина не ставят никаких целей. Они борются только со своими болезнями. Всё. Какая там цель, когда всё болит? Какая там задача, когда всё болит? И только быстрее бы на пенсию, и только быстрее бы в койку, в кровать, и таблетку, и аптеку, и всё прочее. Но, и действительно, я вам говорю истину, в каждом организме вот эта вот бочка с этой энергией, она лежит внутри каждого организма. Мы просто к ней не прикасаемся, потому что просто не знаем, как, где она лежит, и как можно воспользоваться этой энергией, даденной нам, вот как завещание от нашего рода. Что такое наш род? Это сила. Это сила каждого из нас. Это сила каждой из вас. И вы просто не чувствуете эту силу, говорят, карма. Да, с кармой мы приходим, многие. Я пришла с огромной кармой. Я пять лет, я пять лет своей жизни, я убирала эту карму. Но мне никто не сказал тогда. Знаешь, у тебя энергия вот эта лежит. Мне никто не сказал, а я вам сейчас говорю. Так вот, чтобы убрать эту карму, не поверите, какой это колоссальный труд. Это колоссальный труд до изнеможения, до изнеможения, когда ты хочешь жить, и не просто жить на таблетках, когда ты хочешь быть здоровой, молодой, красивой, сексуальной, когда ты хочешь притягивать всё к себе, мужчин, семью, детей, всё, и быть радостной, счастливой, излучать свет, а не излучать вот это, чтобы нам горшки подносили, понимаете? Но это у каждого своя цель, у меня была такая. Так вот, эта энергия, дорогие мои, она в каждом из вас хранится. Мы просто к ней не прикасаемся, потому что нам никто не сказал, где она хранится в организме каждого. Вот восточные медики, они говорят, вот те люди, которые занимаются долго йогой, цигун, оздоровительными техниками, они, конечно, намного здоровее, и они намного дольше живут. И это правда, потому что вот я 11-й год занимаюсь, ну, даже не 11-й, а 11 лет я занимаюсь вот йогой, и потом йога-терапией, вот, потом цигун оздоровительным, вот всё у китайских профессоров, потому что без этого, ну, тоже мне хотелось всю эту глубину, эту тонкую энергию постичь, да? Вот. И они, конечно, у нас жизненные силы больше, чем у обыкновенных людей. А почему? Да потому что мы эту энергию постоянно нарабатываем, 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 нарабатываем. И без каких-то таких, таких сильных, активных действий, но в горы, каждый день бегать, каждый день делать что-то для своего тела, правильно дышать, правильно спать, стараться правильно питаться. Вот я закончила институт правильного питания у Ольги Батаковой в Москве, вот, и я понимаю, что такое правильно питаться. Ну, у не всех есть возможность, но кашу-то кушать, каждый день правильно, это, я думаю, что возможно, да, и правильно пользоваться водой. Вот. Так вот, этот, эта бочка с энергией, она находится внутри каждого из нас, поверьте, внутри каждого из нас, каждого тела. Мы просто не знаем об этом. И она хранится, вот, и буквально, сейчас я вам скажу, месяц назад, вот мне мои учителя посчитали, что я готова, чтобы принять эту информацию. Эта информация нигде не озвучивается. Она не озвучивается. Вы, наверное, впервые вообще об этом слышите. И я услышала совсем недавно об этом впервые, что вот эта завещанная внутри нас есть. Мы просто не знаем, где это есть, как её взять, как ей воспользоваться, чтобы повернуть свою жизнь на 360 градусов, я не говорю на 180, чтобы вернуть себе здоровье, чтобы вернуть себе, как восточные медики говорят, как дожить до молодости, понимаете? Не до старости, а до молодости, дорогие мои. Как стать снова молодым? И многие люди, которые, вот профессор мне пишет, многие люди, говорят, которые доживают 60, 70, может быть, 80 лет, и они, им сказать вот это, они сказали, ну, так я уже такая старая, какая там энергия, где она там у меня, ничего там у меня не хранится, она хранится. Нужно только определить, где, в каком месте, в каком органе, в каком месте, в каком месте ткани она хранится, эта энергия. Так вот, мы эту энергию, вот эту охранную энергию, мы будем её, у каждого человека, кто придёт на курс, эту энергию найдём обязательно, и мы будем ей пользоваться, для того, чтобы полностью прочистить все наши каналы, всю энергетическую систему, вот смотрите, позвоночник, схема, вот позвоночник, да, это схематично, вот он, и вот все наши органы, видно вам, глаза, уши, лёгкие сердца, вот всё-всё-всё, почки, печень, всё, вся женская мочеполовая система, всё выходит абсолютно на позвоночник и на почки. Всё, так устроен организм человека, Богом, Божественной силой, просто мы не знали об этом, и не знают об этом доктора, потому что их пока никто этому не обучал, но это будет уже, будут их обучать, но и сейчас есть такие доктора, их единицы, которые проводят тоже вот такие же вебинары, занятия в интернете, но все по-разному абсолютно, потому что мы все разные. Я иду из глубины, просто вот понимаю, что каждая клеточка, это маленькая составляющая нашего внутреннего органа, а каждая клеточка хочет кушать, так же, как мы. И когда она получает свои питательные вещества, ей нужно испражниться, убрать свои отходы, и она эти отходы, куда она их девает? Она сначала в межклеточное пространство, потом в межтканевое пространство, потом она обволакивает внутренние органы, потом она идёт дальше, и вырастают у нас вот эти животы, вырастают вот эти уши на бёдрах, вырастают вот у нас, вот мужчины вот с такими животами, я говорю, с беременными, беременные мужчины ходят, да? То есть, так вот, это вторая причина заболевания почек, когда это грязные энергии, энергии находятся внутри организма и не дают раскрыть весь потенциал внутренних органов, просто не дают, связывают их по рукам и ногам, не дают им сделать все пункции, предназначенные для нашего организма. Понимаете? Вот. Сейчас немножко выдохну. Так вот, законы Вселенной никто не отменял, дорогие. Верим мы в это? Не верим мы в это? Это дело уже, как сказать, каждого из нас, понимаете? Но я-то до вас сейчас донесла, вот, те методы, способы, нет, те знания о нашем организме, о внутреннем, о работе внутренней нашего, вот, всего целостного организма, чтобы вы понимали, как работает наш организм. И теперь вопрос, наверное, а как вот нашими этими ручками, нашей головкой, нашими знаниями мы можем это всё сделать? Вот смотрите, мы, когда заболеваем, идём к доктору. Мы доверяем доктору, правда? А может быть, мы его вообще не знаем. Это чужой человек совершенно. Но когда вы, будучи на курсе, и я вам буду, я лично с каждым из вас буду говорить, вот, Мария Ивановна, вот у вас давление в сердце, высокое или низкое, это разные вещи. Причина — это не здоровье почек, а низкий поток энергии почков, это почки не чистят, не выводят шлаки, грязь и прочее, из мочи, эти каловые залежи и так далее, и так далее. Я буду конкретно с каждым работать из вас и помогать это. Но на чём хочу заострить внимание? Это ваш организм, это ваши руки. И кто лучше вас и больше вас желает вашего выздоровления? Или врач, или вы сами. Кто? Скажите, пожалуйста. Или соседка очень хочет, чтобы вы стали здоровой? Или ваши родные и близкие, да, хотят, но они не могут. Или ваш доктор, он немножко хочет, потому что он на работе. Это его обязанность. больше всего этого хотите вы. И только вашими руками, вашим сознанием, вашей волей, вашей поддержкой организм чувствует вас. Это такая мудрая система. А что делаем мы? Я вам пример опять же приведу. Как мы слышим свой организм мудрый? Мы его вообще не слышим. Мы вообще к нему не прислушиваемся. Мы вообще не знаем, что там происходит и творится в организме. Пример маленький. Начали кашлять. Подумали, что простуда. Ну да, сопли, кашель. Большая температура, жар в груди, плохо дышим. Обычно какие там тянут мышцы все, вот тянет костно-мышечная система. Ну и так далее, и так далее. Какие симптомы? Вот это всё симптомы. Какая причина? А причина — это холод, который вошёл в ваш организм. Это третья причина заболевания почек. Значит, это грязная энергия, это страхи, и это холод. Это то, чего терпеть не могут почки. Это то, что мы вот... Сейчас я взрослее стала, раньше в курточках и всё. И сейчас девушки зимой ходят в курточках, там на каблуках, в этих тонких колготках и так далее. Это всё холод ходит в организм. Он проявится не сразу, но обязательно проявится. Так вот, этот холод, он что делает? Я про лёгкие сказала. Он вошёл в почки. Почки терпеть не могут холода. Но чтобы защитить организм, охранная система, защитная или иммунная система. Но это не сама охранная система. Иммунная система ещё одна существует в нашем организме. Так вот, охранная система или иммунная, если есть у них энергия, они отметили, да, вот вошла холодная энергия в почки, вошла прямо в зону поясницы, в область нашей поясницы, и почки начинают всю свою энергию тратить на то, чтобы вот эту всю холодную энергию растопить. И они потратили свою энергию. Не стало у неё энергии. Но зато они растопили эту холодную энергию, которая может повлиять на весь организм. И эта холодная энергия, она как дикая кобылица. Она куда войдёт, там и заболит. Она войдёт в голову, головные боли. Она войдёт в ноги. У нас ноги будут холодные, не знаем почему и никак избавиться. Руки, ноги холодные. Хорошо. И вот этот холод попал к нам в лёгкие. Лёгкие. А лёгкие, что такое лёгкие? Это такой ранимый. Восточные медики называют его самым ранимым органом. Вы представляете лёгкие? Ну вот уже вот вы покупаете, наверное, видели, вот какие лёгкие. Там вот прямо вся система-то такая, она вот прямо нежнейшая. Так вот лёгкие скопили эту грязь от холода. Они так настолько её скопили, что они не знают организм, охранная система говорит, ну хватит тебе уже копить. Ты уже, если будешь дальше копить эту грязь внутри себя, давай уже вычищайся. И организм с помощью этой охранной энергии, охранной системы начинает из лёгких изрыгать эту грязь. Как она, эта грязь, изрыгается? В виде слизи, в виде кашля, в виде насморка, в виде слёз. Слёзы — это тоже шлаки. И всё это, человек, начинает вот жар, температура. А всем, наверное, известно, что температура до 38, даже с небольшим, это организм начинает бороться. Организм начинает выбрасывать всё это из себя, активно очень, через насморк, через нос, через слёзы. А что такое глаза, слёзы? Это почки, то же самое. У нас жар, это тоже почки, через сердце влияет, да? И всё это начинает выбрасываться. Мы в ужасе, в шоке. О, Боже, у меня насморк, у меня кашель, у меня слёзы бегут, у меня вот там мышцы тянет. И давай бежим ко врачу, и горстями глотаем таблетки. Заткнись! Говорим своему организму. Кушаем таблетки. И в конце концов, через 7 дней, как обычно, всё это проходит, и всё это легло снова внутрь. Эта холодная энергия осталась внутри, заняла только другое место, и в лёгких тоже. И не сомневайтесь, что в следующий раз, через месяц, через два, через три, может быть, через полгода, это проявится ещё сильнее. Потому что она никуда, вы не выпустили её. Вы не выпустили эту грязь, вы не дали своему организму самоочиститься, самооздоровиться. Не дали. Вы заткнули рот таблетками. Так мы... Я никому отдельно не обращаюсь. А так мы слышим, чувствуем и работаем со своим телом. Дорогие мои, так вот, я сейчас хотела бы сказать вот о чём. Есть вопросы? Пишите. Пишите. Нет вопросов? Вы уснули? Спите? Не пугайтесь, дорогие мои, это всё настолько поправимо, что бы у вас не болело, какие бы вам диагнозы не ставили страшные, нужно... Девочка мне там писала, что у вас угроза удаления почки. Пробуйте. Пробуйте. Вам зачем почку удалять? Она вам лишняя? У нас нет ни одного лишнего органа в организме. Нет. Если у нас их две почки, это не значит, что у нас одна лишняя. Я знаю, сколько вырезали желчных пузырей у женщин. Да вы знаете, если бы... Сколько там песка скапливается, сколько там камней. Это всё только грязная энергия, которая зашлаковала ваши энергетические каналы. Всё. Их нужно просто прочистить. Нужно знать, как они проходят, где проходят, как повлиять на них, что нужно сделать, какое время. Всё. Пробуйте, женщина, дорогая, вам не жалко свою почку. Пробуйте, дорогие мои. Я никому сейчас лично, индивидуально не обращаюсь. Я просто говорю, я вам попыталась разжевать постепенно, как работает наш организм. Сейчас я вам разжую, что будет на тренинге. Появятся вопросы, пожалуйста, пишите. У меня такое ощущение, что вы или спите, или вы заслушались. Что из этого? Пожалуйста, напишите, дорогие мои, любимые, прекрасные все девочки. Прекрасные. Вы просто не знаете, какие вы прекрасные. А себя нужно начать любить. Вот себя любить. Знаете, я у себя как-то задумалась, у себя на занятиях в группе девочка сказала, сказала эту фразу. Вы знаете, тебе нужно прежде всего научиться себя любить. Они на меня так глаза открыли, как это любить. Мы вот любим своих детей, любим внуков своих. Спасибо. Очень интересно. Спасибо, девочки. Да, я знаю, это настолько познавательно. Но когда вы выйдете с курса, вы будете просто профессорами, поверьте. Так вот, смотрите. Что опять потеряла мысль? Что я там сейчас вам говорила про... Ну ладно, вспомню потом. Значит, на тренинге. Что мы будем делать на тренинге и как? Я просто и доходчива. У нас будет пять уроков. Мы договариваемся с девочками, чтобы каждый урок проводить либо раз в неделю. Неделя нужна на то, чтобы вы могли поработать со своим организмом точно так, как я вам всё покажу и расскажу, и покажу причины, и покажу как, что, где вам нужно сделать, где вам нужно поработать в вашем теле с вашими энергетическими каналами, чтобы канал становился чистым, по нему шла энергия, спокойно бегом бежала, и чтобы этой энергии становилось много. Так вот, доходчиво, очень просто, и поверьте, это очень легко. Вот сейчас у меня женщина такая интересная. Вот у меня два доктора уже обучались. Два доктора. Вот сейчас только я закончила. Ещё у меня в группе была женщина, доктор с Одессы. Доктор, сама доктор. И она говорит, Маргарита, я просто не догадывалась никогда, что можно так просто исцелять и помочь себе, а у неё столько болезней. Она сама доктор, врач сама. Ну, как говорят, сапожник без сапог, да и просто, просто таблетками травиться-то уже хватит, наверное. Она просто была точно так же на вебинаре. Она услышала, она говорит, я услышала, что ты говоришь, что организм целости. Нам никто никогда не говорил, что организм целостен. Организм целостен. И от одного органа зависит здоровье всего организма, в том числе позвоночника. А у всех, у каждого, у меня вот на занятия, ко мне приходят женщины, сейчас вот пришла буквально, не дам соврать, неделю, нет, не неделю, на прошлой неделе женщина 100 килограмм весом. Она говорит, я просто услышала, а у вас такие слухи идут, вот, я просто услышала 100 килограмм весом она. И она встала и стала заниматься. Я всё время, конечно, контролировала её, безусловно, и с дыханием, с правильным дыханием. И всё постепенно, не надо вот ничего рвать, ничего не надо, ни сердца надрывать. Надо всё спокойно, постепенно, шаг за шагом, по шагу, но ничего не делается в раз. Если вы хотите за раз, за неделю, за день стать здоровой, то этого не получится, я вам сразу говорю. А за три месяца, шаг за шагом, вы станете здоровенькими. Вы станете здоровы. Значит, вот медленно, постепенно, шаг за шагом, я вам буду рассказывать теорию каждого органа, буду показывать, как орган соединён с энергетическим каналом, как можно воздействовать через этот канал на ваш внутренний орган, не вырезая его, не вырезая, никак не травмируя, а просто давая им дополнительный поток энергии и крови, потому что проходы очищаются. Многие практики, вот эти практики, они, ну вот у меня они стали привычками, но я сейчас пока не буду об этом говорить. Значит, перед тем, как взять себе ученика в группу, я обязательно провожу консультацию наедине и разговариваю с каждой девочкой, что вас беспокоит, какие у вас проблемы. Чтобы я занимаюсь с вами в группе, я знала, я на карандашах всё это знаю, какие у вас проблемы. У Тамары, у Ольги, у Ларисы, неважно, у Татьяны, неважно. Я знаю проблемы каждой девочки и я нахожу решение каждой вашей проблемы. Я здесь с вами. Это не запись. Это живой курс, живое общение со мной. Каждый раз вот такой живой приём энергии вместе с энергией знания, вместе со знанием здоровье. и вот всё это будет происходить легко, просто и что важно отметить себе, вы будете лечить не орган, вы будете лечить весь организм в целом. В целом только нужно лечить организм. И этот курс, я думаю, вот как мне говорят женщины, я так и не показала вам отзывы, как мне говорят женщины, они говорят, что этот курс я запомню на всю жизнь. Я запомню этот курс на всю жизнь. Я говорю, почему? Да потому что это моё здоровье, потому что это моё дальнейшее моя жизнь. Вот здесь я опишу, что будем делать на мастер-классе, но я лучше своими словами, я что-то как-то не умею по записи ничего говорить. И что получите в результате, я тоже всё это скажу своими словами, может быть, до вас это будет как-то лучше доходить. Так вот, я уверена, что этот курс вы запомните навсегда. И эта инвестиция в курс в себя станет для вас очень эффективным вложением денег. Во-первых, что касается денег, скажите мне, пожалуйста, напишите, я вас очень прошу в чат. Во сколько вы, каждая из вас, оцениваете своё здоровье? Пожалуйста. А здоровье — это жизнь. Вот с этой точки вы расцениваете. А я думаю, может быть, вы стесняетесь написать, а я думаю, если бы меня спросили, и я знаю, сколько я по жизни, не зная вот всего этого, всех тех знаний, о которых я вам говорю, сейчас рассказываю, да, я сколько лет, я 15 лет шла к совершенному, полноценному здоровью. Я сейчас на 100 больше, чем на 100. Бесценно здоровье наше. Бесценно, правильно, Тамара, потому что это наша жизнь. И дала она нам один раз. Там, что будет, я закончила институт инкарнационики, сама проходила все свои воплощения, 33 воплощения своих, я посмотрела. Но это, там тоже будет хорошо, но здесь лучше. Здесь лучше, потому что мы здесь, и там будет прекрасно, но поскольку нам Бог дал здесь эту жизнь, то нам нужно, она бесценная, воистину бесценная. Так вот, этот курс стоить будет всего с 10% скидкой 10 600 рублей. Вы представляете? Не миллион, не 100 тысяч, а всего лишь 10 600 рублей. Капля, копейка. Мне говорят, мне даже организаторы говорят, Маргарита, это истинная ваша цена за здоровье? Вы вообще, у вас тут всё в порядке с вашими тут мозгами? Мне говорят организаторы такие вещи. и я не угу, я не буду называть имена, но здоровье бесценно. Так вот, во-первых, почему надо прийти на курс? Это очень дёшево, во-вторых, вы получите самый главный подарок от своего рода и от всей божественной силы, это свою вторую жизнь, вы получите молодость, о которой мечтает каждая женщина. Девочки, морщинки вот тут вокруг глаз. Знаете, от чего их много? Да потому что нездоров наш желчный пузырь, потому что вот всё, что внутри нас, всё, что болит внутри нас, всё проявляется на нашем лице. Внешность поменяется просто, я не знаю, насколько вам назвать. Помолодеете просто мощно, вес сбросите просто мощно, потому что вся эта грязная энергия будет покидать ваше тело вместе со шлаками, которые копятся внутри живота, в межклеточных пространствах, в межтканях. Вот на этих бёдрах, у кого уши, просто вам продам секрет, уши вот на бёдрах, это просто желчный пузырь перестал ваш работать правильно, и там полно камней и песка. Может быть, ещё вы не чувствуете это, но песка там уже дофига. Желчный пузырь и печень начали уже твердеть. И желчный пузырь перестал правильно работать, чтобы расщеплять нашу пищу и отделять хорошее от плохого. И тогда что делается? Тогда начинает страдать наша вся система выделительная. А смотрите, интересно, как, я вам сейчас просто попутно, вы знаете, столько у меня всего. Значит, выделительная система, почему начинают страдать запоры и прочее? Смотрите, когда заболевает один орган по цепочке, второй, третий, и наша охранная система, она же не хочет, я вам говорила, показывала вам, что вся вот эта энергетическая система, вот некоторые отзывы, тут что-то почему-то не показывает их. Вот Елена Бундуки, кстати, это доктор, это врач, сама, сама врач, терапевт, вот она у меня обучалась, вот пишет, встреча наша не была случайной. Видно, вас прислали мне помочь. Видите, видно, вас прислали мне помочь. она сама доктор, будьте счастливы. Ну, много таких этих отзывов подобных. Так, Лена Казянина, учитель, тоже у неё, у неё сахарный диабет, вот, тоже работает, пока работает, но намного лучше стало себя чувствовать. Лишний вес был, очень сильный был лишний вес, много было лишнего веса, она даже ножку не могла поднять, вот, и советую пишет, всем познакомиться с секретами Маргарита, и она щедро для вас откроется, я желаю вам счастья. Вот, а она проходила, у меня был такой курс секреты здорового тела, ну, много чего, ну, это ладно, это попутно. Значит, я хотела вам вот что сказать-то. Так, куда-то перейти в другое место. сейчас перейду куда-нибудь другое место. Я хотела вам вот что сказать. Про что же это я говорила? Витя отвлеклась. Напомните мне, про что я говорила. Про бесценно я уже прошла. Так вот, вы на курсе получите очень важную мощь. Вы получите энергию, которую вам завещали ваши семь поколений вашего рода. Вы получите, что запас огромной энергии, огромного количества, вот этот запас, вы его откроете. и вы получите его на то, чтобы направить на здоровье. Мало того, система регенерации начнет работать, я вам говорила, как от одного органа к другому и следующему, да, вот, а потом начнет работать система самовосстановления, которая работала и у меня. Система, она уже без нашего вмешательства. когда один орган будет наполнен энергией кровью чистой, второй по цепочке, там третий, и тогда включится энергия самовосстановления. Уже без вашего вмешательства в организме всё постепенно будет происходить без вашего вмешательства. И вы уже больше не будете, вы получите это мощное количество энергии, и такой запас внутренней энергии будет, что вы уже не будете беспокоиться о будущих болезнях, о своих слабостях, и вы будете вспоминать как страшный сон. Я вспоминаю сейчас как страшный сон свои головные боли. Я вспоминаю как страшный сон, когда мне на грудь подвесили вот этот аппарат, который измерял мою силу биения сердца. Это страшно. И я помню, как врачи на меня смотрели, когда повесили этот аппарат, они мне просто своим взглядом сказали, что девочка, ты уже покойник. понимаете, с такой жалостью они на меня смотрели, я шла с этой жалостью домой, просто думаю, ну всё, каюк. То есть, вот это вот, за себя нужно всегда бороться. Значит, и поэтому серьёзно заболеть вам будет уже просто невозможно. организм сам начнётся избавляться от шлаков, и ваш вес будет восстанавливаться. Вот эти все шлаки, которые организовывались вот в бёдрах ваших, в животе, в межклеточных пространствах. Эти девочки, наверное, слышали, что килограммы, десятки килограмм каловых отложений вот этих, они мы носим их с собой. И очень многие женщины тяжело ходят. И сердце, как может сердце нормально биться и нормально работать и нормально трансформировать, вернее, выделять вот эту, качать эту кровь, когда там всё, тяжело шаг сделать. Вот всё это поймите. Здоровье сердца начнёт улучшаться, и вы сами научитесь восстанавливать своё здоровье сердца. Абсолютно. Вот сами абсолютно будете знать, как предотвратить какой-либо приступ, если они у вас случаются. Вы будете знать, как будете понижать давление, вы будете знать, как исцелить свои органы внутренние, про вес я сказала. Энергия в печени и в желчном пузыре у вас будет молодая и сильная, и поэтому обменный процесс весь восстановится. И всё это находится под контролем, под контролем почек. И вы, я уверена, что этот курс, вот вот это вложение такое маленькое, о котором я говорила, вот просто вы будете его благодарить себя за это. Вот просто благодарить и никак по-другому. И ещё в третьем, что ноги ваши будут здоровы, потому что поток крови будет двигаться по большому кругу в ноги и каналы, которые идут по вашим ногам, мы будем чистить и обязательно очищать все проходы для крови и энергии по вашим ногам, а там столько таинств хранится в наших стопах, в наших ногах, это вообще-то просто сокровище какое-то. Восточные медики говорят ещё одну фразу, болезни начинаются с ног, потому что кровь не доходит в ноги, а по ногам идут каналы наших внутренних органов, все грязные, зашлакованные, и кровь там не красного цвета, она синюшна, буро-синюшного цвета, и она там образует вот эти венозные узлы, которые уже дальше заблокировали, все давным-давно проходы. Так вот, повторяюсь, все болезни от ног, а смерть от стопа. и кто придёт на курс, тот поймёт, сколько правды, знаний и мудрости в этих словах. И, конечно, с каждой девочкой я буду проводить, я вам говорила уже, консультацию. Так вот, пять уроков, сейчас вернусь к урокам, а потом сделаем практику. Пять уроков, ну, обычно просят раз в неделю, чтобы была возможность поработать, и следующий урок я начинаю всегда. Девочки, как работали, как проявился, проявились ваш организм, что вы почувствовали, что вы услышали, как ваша печень заработала, как ваши почки, как включились в работу, как лёгкие задышали. мы будем с вами и практики дыхательные делать, но мы будем делать очень специальные практики дыхательные, мы будем делать с вами ценительные медитации. Так вот, пять уроков. Первый урок — это теория, это всегда теория, и это практика печень. Я говорила вам о почках, но я сама себя обманываю, а делаю благо для вас, потому что здоровье почек, от почек зависит здоровье печени, желчного пузыря напрямую, сердца напрямую, понимаете? Я помимо почек вам предлагаю исцелить и оздоровить эти жизненно важные внутренние органы. Я написала в заголовке «Здоровье почек, восстановление почек». Но я была бы нечестна, если бы я только почками с вами занялась и сказала, а, печень как хотите, желчный пузырь как хотите, а сердце — это вообще ваша беда. Мы будем заниматься, значит, первый урок теория и практика печень, второй урок теория и практика желчный пузырь — это два парных канала, это два взаимосвязанных органа. Один болен, тут же сразу болен другой, болен один, сразу заболевает следующий. Итак, цепочка. Третий урок будет сердце, здоровье сердца. Узнаете всё про своё сердце. Узнаете те органы перикарда, которых вы даже не слышали, наверное, которые влияют и взаимодействуют вообще в целом на здоровье нашего организма. А четвёртое занятие — это будет теория и работа с почками. И пятое занятие никак неотделимо. Это канал мочеполовой системы, это канал сексуальной системы, это женские органы, гениталии, это позвоночник. Вот столько всего я вам предлагаю вот за такую крошечную, вот просто смешную, за которую меня ругают цену, но просто вхожу ваше вот состояние и положение. Вот. И теперь значит все уроки проходят обязательно запись, обязательно запись или этим же в этот же день или, но чаще всего на другой день утром, чтобы вы могли по этой записи работать самостоятельно каждая с собой, каждая с собой. Вы можете подключать кого-то из семьи. Теперь обязательно я вам шесть бонусов даю бесплатных. Шесть это комплексы и практики, с которыми вы можете дотянуться до там, до своих внутренних органов, повлиять на них, это там, где сложно до них дотянуться, да, вот, это комплексы и йоги, и терапии, и комплексы цигун, они очень посильные, но они такую вам пользу принесут, потому что работать и оставлять тело без движения невозможно. Телу нужно движение, сами вы не задвигаетесь, да и не знаете, как двигаться. А я вам дам кучу методик, кучу практик, кучу массажей, кучу техник и технологий, с которыми вы скажете, ой, боже, так оказывается это так просто, так легко и так приятно, и вы еще будете с этими легко, приятно исцелять и оздоравливать не просто какой-то один орган, а организм в целом. значит вы будете возвращать свою жизнь назад. И вы скажете, как дожить до молодости? Скажете себе, я хочу дожить до молодости, дорогие мои. И вот есть еще вопросы? Вопросы есть? Вы что-то притихли со своими болячками? Но вы притихли, я понимаю, потому что каждый из вас поняли причину своих болячек, правда? И если кто-то наконец-то себе сказал, хватит шаг, рожка, я начну себя любить, так вот я о любви говорила, девчонки, а это каждой из вас надо. И я сказала, говорю, девочки, нужно научиться себя любить, как это так? Я говорю, вот подойдите к зеркалу, вот прямо глаза в глаза, посмотрите свои глаза к зеркалу, посмотрите, загляните в свои глаза, посмотрите на свою фигуру, посмотрите на себя, но как наблюдатель, не оценивая ни в коем случае, каждая женщина цена своим, каждая женщина красива, бесподобна. Нам нужно эту красоту вернуть только. Так вот, я говорю, посмотрите себе в глаза и скажите, я люблю тебя, назовите своё имя. Они на меня так оглянули, я говорю, давайте. и не все смогли сказать в первый раз это себе, я люблю тебя, и сказать, Ирина, я люблю тебя, Томочка, я люблю тебя, Риточка, не все могли сказать, а нужно учиться это говорить. Мы с вами попробуем, дорогие, и мы с вами много чего попробуем. Вы попробуете, узнаете целительные медитации, которые никто нигде, они у меня авторские, потому что я изучала, обучалась в институте реинкарнационики, там такие методики, которые напрямую связывают с Архангелом Михаилом, с Иисусом Христом и так далее, то есть они действительно Бог нас ещё лечит, дорогие мои, у Бога нет своих рук, есть наши руки, и Бог нас ещё помогает нам, лечит нас. Итак, я понимаю, вопросов нет, да, дорогие мои? Что, давайте сделаем, кто готов практику сделать, кто готов, кто ещё живой остался, вас тут 12 человек, сейчас вижу. Дайте мне, пожалуйста, в чатик плюсики, если вы готовы, готовы делать практику. Мы с вами сделаем тибетскую гормональную гимнастику, мы с вами сейчас сделаем, знаете, просто проверим, как наш мозг выполняет наши команды, когда мы даём команды мозгу, телу, правильные команды, мы, как наш мозг, как можно снизить давление вот с помощью этих практик, мы вот сейчас немножко с вами поработаем. Они вот в этом пространстве, маленьком, вот в этом, в этой камере, я, конечно, не могу вам ничего больше показать, да, вот, это всё будем на курсе изучать, но сейчас вот сядьте прямо, выпрямите свою спинку, поставьте ножки на землю, прижмите их к земле матушки и почувствуйте вместе с дыханием как постепенно в ваших стопах начинает что-то происходить. Мы совершаем вдох, наполняем себя силой, с выдохом отпускаем всё, что нам не нужно. если появляются мысли, просто пусть стекают, не входите в эти мысли, просто пусть стекают как ручей, как водопад и уходят в землю. Наши ножки плотно прижаты к земле матушки, на которой мы живём с вами. Начинаем совершать спокойное дыхание, чтобы успокоить свои мысли. просто успокоиться, прислушаться к себе. Может быть, кто-то из вас на мгновение прикройте глазки. Вы получили много энергии сейчас, очень много энергии через моё появление не только моё. Я одна не бываю никогда. Опустите свой внутренний взор в тело и прислушайтесь к нему сейчас. Вы можете услышать какие-то внутренние вибрации внутри своего тела. почувствуйте себя. Постарайтесь создать тишину внутри своей головки и в этой тишине услышать вибрации внутри тела. постепенно вы можете услышать вибрацию в стопах ног и вместе со вдохом энергии земли начинают входить наши стопы ног постепенно по пальчикам по стопам пальчикам по голеням поднимается вверх по коленным чашечкам. кто-то кто-то в коленных чашечках почувствует либо прохладу либо тепло либо покалывание почувствуйте как по по мере подъема энергии тяжелеют ваши ноги энергия поднимается сейчас по бедрам по вашим бедрам продолжайте совершать дыхание по низу живота проходит через копчик поднимается выше просто почувствуйте движение этой жизненной силы внутри себя энергия поднимается все выше вот она уже на уровне солнечного сплетения у кого-то если зашлакованное тело она будет медленнее помедленнее двигаться вот она уже на уровне диафрагмы у меня и вот уже на уровне грудной клетки поднимается по шейке по плечам по вашим рукам от плечей вниз почувствуйте как тяжелеют ваши кисти рук ваши руки положите их на колени почувствуйте ладошечки своих рук почувствуйте ладони стали у кого-то горячими теплыми у кого-то пощипывание чувствует кто-то чувствует кто знает как проявляется энергия кто-то почувствует как энергия изливается из ваших ладоней рук а наши ладони напрямую связаны с сердцем наши руки связаны с сердцем наше сердце уже начинает работать по-другому включается уже более здоровый ритм режим и вот эта энергия поднимается по шейке по нашему лицу по подбородку расслабьте подбородок чуть-чуть приоткройте роти губки расслабьте все свои мышцы эта энергия сейчас на уровне рта на уровне носа на уровне ушей почки уже подтянулись оживились на уровне глаз печень оживились на уровне бровей желчный пузырь оживился на уровне лба на уровне волосяного покрова тоже печень оживилась будьте немного в этом состоянии почувствуйте каким наполненным стало ваше тело тяжелое ваши руки и ноги тяжелые словно чугунные продышите продышите некоторое время пусть тело наполнится жизненной силой земли пусть пропитается каждая клеточка одновременно вы можете почувствовать насколько свободнее стало ваше дыхание у кого-то наоборот сложнее станет дышать потому что каналы легкого могут быть заблокированы ваш внутренний взор направьте внутрь тела не отвлекаясь разумом просканируйте ваше тело от макушки головы до стоп ног вы можете увидеть где-то более светлые более темные пятна внутри вашего организма медленно просканируйте от макушки головы постепенно не спешите прислушайтесь к телу и ваше тело может сейчас вдруг в этой тишине как-то проявиться может заколоть печень может покалывание появиться где-то в другом органе может забурлить защекотать сильное покалывание в стопах или в голени вы можете почувствовать сильно очень коленные чашечки тяжелые или прохладные вы можете вы можете ощутить очки что мысли стали более спокойны ушли все заботы и тревоги беспокойства все ваше внимание занято Наблюдением, как постороннего наблюдателя, наблюдением за своим тем, за тем, что происходит внутри меня. Какой-то орган вам может пожаловаться. Ты забыла про меня? Ты совсем про меня забыла? Ты не слышишь меня? Я тебе даю знаки, но ты не слышишь. Сейчас вы можете это почувствовать. У кого-то может во рту, на дёснах такое ощущение появиться, как будто железо жуёшь. У кого-то может сейчас восстановиться здоровье дёсен, ротовой полости. Сейчас почки немного активизировались, активизировалась работа сердца. И вы можете, мы сейчас сделаем практику, услышать, как шумит, как работает наше сердце, наш головной мозг. У кого-то могут вращаться зрачки глаз, у меня вовсю вращаются. У кого-то могут запрыгать, заплясать, затанцевать брою. У кого-то появится улыбка благодарности вашего организма на губах. У меня всегда тело проявляется так через улыбку, сердце благодарит. Сразу улыбка. Мы все с вами разные. И у каждого из нас по-разному, совершенно по-разному проявляется поток энергии. И происходит оздоровление нашего организма. И вот эта энергия, эта завещанная нам энергия, она очень и очень поможет дожить до молодости. А теперь давайте совершим вдох, не отвлекайтесь разумом, как можно длиннее, спокойный выдох. Осознайте себя, любимую, прекрасную, молодую, красивую. Пошевелите пальчиками рук, пальчиками ног, пошевелите. Еще раз совершите глубокий вдох, выдох. И если вы готовы, откройте глазки и что-нибудь напишите в чате. А пока вы пишете свои ощущения, состояние своего прекрасного тела, у кого-то могло заколоть сейчас сердце или ноги. Вот, глядите, все проявления, пожалуйста, услышьте и отметьте про себя. Потому что ваше тело ждет вашей помощи. И очень многим тело платит болезнями за бездеятельность. Тем, у кого рак и прочее, организм платит болезнями такими серьезными за бездеятельность. Это точно совершенно. Поэтому вот, если что-то услышали, какой-то орган шевельнулся, что-то где-то закололо, вам дали знать, дорогая, обрати на меня внимание. Хорошо. Кто-нибудь что-то напишет? Удалось ли вам что-то внутри себя? Как Лариса. Прекрасное. Прекрасное ощущение. Благодарю вас. Прекрасное ощущение. У кого еще прекрасное ощущение? У кого-то, может быть, не прекрасное были. Реагировала печень, а в основном легко и радостно. Чудесно, Томочка. Реагировала печень. Как раз печень-то и просит вашей помощи. А легко и радостно организм в целом, он вам дал понять, что вот, посмотри. Выводы делайте сами, дорогие мои. Хорошо. И еще хотела вам небольшое очень упражнение дать. У кого давление? Есть те, у кого давление? Очень сильное давление. Ну, высокое, скачет или не скачет. Ну, одним словом, так вот, посмотрите, девочки, чтобы помочь своему головному мозгу, чтобы не было головных болей, чтобы вот, а по, ну, одним словом, так, по позвоночнику энергия поднимается вверх в черепную коробку, да? И так. Иногда бывает. Так, хорошо. Иногда бывает. Но иногда бывает, значит, и дальше. Значит, уже начало положено. Надо вот это, Леночка, все останавливать на ходу, да? Как резко останавливать, просто тормоз ставить. Вот возьмите волосы, поднимите, если у вас волосы, и очень с большой силой от правого, правой рукой, от левого уха к правому, вот очень плотно, очень глубоко пальчиками проработайте. Проработайте всю шейку до горячего состояния. Просто вот очень глубоко, потому что здесь каналы очень, когда давление, голова болит, это только причина зашлакованности каналов. Конечно, этих действий мало. Надо работать, начинать с ног. Болит голова? Нужно лечить ноги, дорогие мои. Вот это так, да. В восточной медицине так. Поэтому не думайте, что все, знаете, сильно мы все умные. Так, прожали, вот горячая головка, просто шейку проработали. Теперь с другой стороны, левой ручкой от правого ушка к левому плечу. Вот это все проработайте. Чтобы горячая вся зона ушей, вернее, зона шеи стала. Вот просто горячая. И вот эта энергия сейчас, вы же дышите, мы же живые все. Энергия сейчас легко и свободно будет заходить, если каналы тут дальше не заблокированы. Хорошо, теперь положите ручки на ушки. Вот пальчики большие за уши, вот эти все пальчики впереди. И вот таким образом сверху вниз, до прямо горячего ощущения состояния, разотрите свои уши, вот просто до горячего состояния. Чтобы горячо стало. Большой пальчик за ушком, а все остальные пальчики здесь впереди. И до горячего состояния в ушах. Такие зоны всех, почти очень многих органов внутренних. Теперь, дорогие, возьмите, положите ладошки на ушки, вот таким образом, да? И продавите раз десять. Надавливаем на ушки и задерживаемся. Надавили, задержитесь. Надавили, задержитесь. Надавили, задержитесь. Я вместе с вами делаю надавили, задержитесь. Вместе вдох, надавили, задержка дыхания, расслабьтесь. Снова вдох, задержитесь, задержка дыхания, расслабьтесь. Хорошо, отпустите. Вот если так будете периодично работать, то через две недели хронические заболевания, которые есть у вас внутри, они проявятся, обязательно проявятся. Хорошо, теперь возьмите пальчики указательные на козелочек. Найдите козелочек свой. Вот я вам тут показываю, очень близко видно вам. Вот мои пальчики на козелочке. Я сейчас уберу волосы, да, будут с ушей. Вот, и всё. И теперь вдавите козелочки вовнутрь и прислушайтесь к работе внутри своего тела. Спасибо. 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 И отпустите резко. Резко отпустите. И теперь прислушайтесь к своему дыханию, к своему внутреннему состоянию и ощущению. Пожалуйста, напишите в чате. Спасибо. Спасибо. В голове ясно стало. Да. В голове как будто бы просветлели, в голове стало ясно. совершать вдохи и выдохи носом, как будто бы нос прочистился, стало легче. В груди появилось много больше пространства для заполнения чистой энергией кислородом. Я вам просто проговариваю, потому что легкость, в ушах шум моря, совершенно верно, дорогие мои. В ушах шум моря. Кто еще смелый? Что-то вас мало очень пишите, мало. Хорошо, дорогие мои. Уже хорошо, что легкость, уже настроение как у вас. Настроение какое у вас? А может ли это для лучшего лимфотока? У меня бляшки на шее. Конечно, поможет. Но только это не поможет, безусловно. Вот если вы об этом говорите. Бляшки на шее. Это у вас бляшки, наверное, не на шее, а в каналах, которые идут по шее, да? Да, Леночка? Да. Понятно. Работать надо с телом изнутри. Видите, что это все очень опасно, потому что это черепная коробка, это головной мозг. Мозг у нас командир, это Бог. И все команды идут от мозга. Видимо, завис экран. Маргарита, а что можно сделать для быстрого засыпания? Верочка. Вот что для быстрого засыпания? Там есть определенные места, зоны есть на теле, с которыми нужно работать. И я про них, о них говорю, как это сделать. Это не вы одна задаете вопрос. Это многие женщины задают вопросы. Это нужно работать с телом. Там есть определенные зоны и много таких зон, которые помогают быстро засыпать. Но если чтобы вам быстро... Вот посмотрите, завис экран. Вот большой пальчик, вот большой пальчик, девочки. Вы меня... Видите мой пальчик, да? Вы меня слышите? Так вот, большой пальчик помассажируйте с внутренней и с внешней стороны зону большого пальца вашей руки. Вот там, где первая фаланга и вот там, где вторая фаланга начинается. Отлично. Отлично. Хорошо, Танечка. Вот. Так вот, прямо между вот этими фалангами, вот эту зону, а и вообще, если вы большой палец весь будете растирать, то кроме прекрасного ничего не будет, потому что большой палец — это голова и наше лицо. Вот. А здесь есть зона, которая влияет на наше успокоенное успокоение. Прямо вот специально. Профессор мне говорил об этой возможности. Поняла, Вера? Слышим, не видим. Не видим, но потому что у меня завис, например, экран. У меня завис экран, девочки. Так, ну как... Я не знаю. Не видим, да? Спасибо. Не видим. Но это, видимо, не у меня. Я ничего не трогала. Но вы слышите, да? Перезайти. Не только у тебя. А? У всех, кто есть. А, у всех, видимо, перезайти вот здесь, да? Перезайти здесь? Ну, наверное, да. Сейчас перезайдём. Девочки, сейчас перезайдём. Я вижу, что экран... Сейчас перезайдём. Девочки, сейчас видно меня? Всё хорошо. Отлично. Так вот, эту зону, пожалуйста, проработайте вот так, как мне. Зону пальчика большого. Зону большого пальчика. Прямо растирайте. Всё. Я вам ещё скажу, что вы тут помимо сна можете получить. Значит, бессонница вот в этой части первой фаланги. Первой фаланги от ногтя. Так. И теперь вы можете здесь ещё, сейчас скажу, прочистить дыхательные пути. Вот с внутренней стороны, то зона, что идёт. Вот здесь лицо, здесь идёт шейка, здесь дыхательные пути. Вот эту зону можете ещё прочистить. Массажируя большой пальчик. Понятно? Девочки, всем понятно? Понятно. Хорошо. Какие вопросы есть ещё? Задавайте, задавайте. Задавайте вопросы. Ну, рассказывать можно, вот, тему здоровья, можно говорить до утра, ничего не скажешь. Да? До утра можно говорить. Потому что это настолько интересно. Ну, для меня, например, очень интересно. Я каждый раз, каждый раз что-то я нахожу новое, новое, новое. И думаю, вот это вот как-то я не заострила внимание. Вот это вот так, вот это вот так. Но это действительно настолько интересно. Вот девчонки, которые, вот у меня женщина такая, ну, я говорю, доктор, она была в последний раз в группе у меня занималась садессой, она такая умница. Сама она практикует и прочее. Вот, и она говорит, ой, Маргарита, ну надо же, так просто и так эффективно. Я говорю, ну да, вот так вот, вот так вот. Девочки, так, для щитовидки это будет хорошо, а что это? Это что? Щитовидная железа, дорогие мои, это часть нашей иммунной системы. Это часть гормональной системы. И щитовидка, вообще всё, что, всё, что, в общем, все действия, все методы и средства, которые позволяют повысить энергию в организме. А массаж большого пальца, конечно, конечно, это дыхательные пути, конечно, конечно, да, будет хорошо, да, будет хорошо, будет лучше. Но всё-таки для щитовидки нужна энергия, понимаете, энергия, нужно правильное дыхание, но дыхание правильное. Вот я не буду ни за кого говорить, потому что каждый тренер, это каждый привык по-своему, понимаете, всё это делать. Вот у каждого свои подходы, вот, но в любом случае, в любом случае правильное дыхание, а я вам скажу, я на занятиях всегда начинаю, всегда заостряю внимание на дыхание. Почему? Потому что мы где-то лет с 12-ти, с 15-ти мы правильно не дышим вообще. Мы вообще не умеем правильно дышать. И организм заболевает чаще, очень часто от того, что от кислородного голодания. Многие взрослые люди, они умирают просто от кислородного голодания. Это так же, как я вам говорила. Но если и кислорода мало, и энергии вообще никакой нет, так что человеку один путь. Я вот с девчонками, когда занимаюсь в группе у себя, я говорю, все люди на протяжении всей своей жизни, уж вы меня извините, никому не хочу плохо чего сказать, значит, на протяжении всей своей жизни идут готовиться все к смерти, идут все по дороге к кладбищу. Вы, которые находитесь здесь, вот здесь, рядом со мной, вы идёте все в другую сторону от кладбища, в противоположную, как дожить до молодости. И кто хочет узнать путь и дорогу, как дожить до молодости, вы знаете, это несложно. Это здорово, это здорово, потому что вы сможете помогать не только себе, совершенно нет. Вот до вас была тренер Гульнара, она, по-моему, про дыхание там говорила, но для тех, кто не привык сильно, ну, для слабых, лёгких и так далее. Не буду я тут никак вникать и ничего не буду говорить. Каждый тренер на своём месте, вот я что хочу сказать. Вот. Так, потеряла мысль. Так вот, каждый тренер, каждый, и я всегда говорю, что нужно учиться правильно дышать, потому что когда кислорода не получает наши внутренние органы, да ещё и энергии, а энергии уж если не получает, то это уже вообще хана. Когда есть энергия, то всё есть. Когда появляется в организме энергия, всё есть. И кислород, и сила, и здоровье, и эмоции, и цели, и задачи, всё. Когда мало энергии, ничего не надо. Ни здоровья, ни цели, ни деньги. Деньги-то надо, конечно. Но кто знает из вас, что деньги притягиваются только на огромное количество энергии. Деньги притягиваются только в манипура чакру на здоровное количество энергии. Если там у нас много энергии во всей этой пищеварительной системе, если печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, селезёночка работают на 5 все, здесь много энергии, потому что эта зона, которая отвечает за деньги, она отвечает за всю пищеварительную, за деятельность всей пищеварительной системы. И вот мы всё это даём, вот эту энергию наделяем. Тогда, естественно, появляется больше энергии, больше энергии, появляются деньги. Откуда ни возьмись. Вот вы не поверите, откуда ни возьмись. У меня ученица одна, она сама на пенсии по инвалидности. Она, может быть, даже здесь и присутствует. Но не буду я называть её имя. Вот она говорит, она настолько стремится на занятия попасть, но денег нет. Она живёт без мужа, с сыном только. И она ей говорит, так, Маргарита, я, чтобы прийти на занятия, у меня, говорит, копинка была, которую я же уже забыла. Когда-то она у меня давно стояла. Я, говорит, разбила эту копинку, собрала эти деньги и пришла на занятия. Вы представляете? Потом, говорит, другой раз, вот это опять же она, другой раз она говорит, у нас валялись с сыном, говорит, старые телефоны, ну, которые ещё там древние, старые. Мы, говорит, их сдали. И вот эти деньги, я на эти деньги пришла на занятия. Вот вы представляете, откуда деньги? Она, я сидела и думала, потом смотрю, говорит, раз мне телефон на глаза попал. Потом вспомнила, что есть второй, стала искать. Вот представляете, вот насколько человек, я просто её уважаю несказанно, насколько человек стремится прийти на занятия, чтобы ухватить, наполниться этой энергией. Так, а дышать животом? Да, дышать животом нужно, Верочка, но нужно правильно это делать. Я даю вместе с профессорами технику шикарнейшую, просто шикарнейшую вообще работу с пищеварительной системой. Это вообще, вы знаете, чтобы вы знали, все хронические болезни, все до единой возникают в пищеварительной системе. И источник, вот самая малость, начинается с того, что печень перестаёт терять энергию, перестаёт чистить кровь, перестаёт в достаточном количестве выделять, поскольку у ней мало энергии, вот эту кислоту, щёлочь, и передавать её желчному пузырю, который с помощью этой щёлочи разделяет нашу пищу на плохую и нехорошую. И тогда всё хона, все болезни появляются вот здесь, внутри пищеварительной системы. И появляются и запоры, и желудок пошёл, и у меня тоже желудок болел, я тоже глотала всякие кишки и всё прочее. «Поем болит, не поем болит». Ну, в общем, всё это было. Всё это было, всё это в прошлом. Всё это сейчас вспоминаю, как легко, очень легко вспоминаю. Говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты дал мне все эти знания. Это только через знания, дорогие мои. Самое дорогое на свете. Я вчера слушала выступление одного профессора. Я тут поступаю опять в один институт международный. Всё время я постоянная ученица по жизни, всё время мне хочется учиться, учиться и учиться. Вот, и он сказал, профессор, «Самое дорогое на свете, за что нужно платить деньги, вкладывать деньги, это в информацию, это в знания. Если у тебя нет информации, и ты не знаешь, как это сделать, то для тебя жизнь, на уши здоровье — это самое главное. Самое главное». И вот, дорогие мои, вы не пишете вопросов, ждёте, что я вам… Надо работать, надо работать над своим телом, надо его полюбить, любить себя и сказать, «Я хочу быть здоровым, я не хочу болеть». Но вы знаете, девочки, есть пословица, «Муж любит жену здоровую, а брат жену богатую». И мужу, любому мужу, и любой семье вот на больных людей как смотрит. Муж, разве будет какие-то знаки внимания, только жалость проявлять больному человеку. Жалость — это слово, жалость от слова «ужалить». Не застрадать, а ужалить. Они нас жалеют, они нас не любят, они уже перестают нас любить. Они нас просто жалеют. Жалость — это очень и очень нехорошая эмоция. Очень нехорошая. И всем в семье хочется, чтобы все были здоровы. Раз здоровы, если там женщина, там она может здорово и внукам помочь, и совет дать, и знания дать, и помочь своим родным и близким, если у кого-то что-то заболело. Понимаете? Она сама в своей семье будет доктором. Так вот, я хотела про эту женщину сказать, которая про дыхание. Она сказала, говорит, «Я провожу занятия ещё индивидуальные с членами семьи, то я, пожалуй, когда-то и начну тоже занятия проводить с членами семьи». Если кто-то из вас пойдёт на курс и с членами семьи, потому что так сложно. Надо чувствовать мою энергию и мне общаться, чтобы я чувствовала и энергию, и видела этого человека. Какие у него чакры забиты, какие зашлакованы, какие каналы зашлакованы. Всё же это не просто. Это же надо всё это чувствовать и видеть внутри вас, дорогие мои. Это очень большое знание, это очень большая работа над собой. Вот над собой я про себя говорю. Это огромная работа над собой. Это всё время знание. Хорошо, дорогие. Ну что, я позволю себе заканчивать. Вы поставьте, пожалуйста, какие-то циферки до десяти. Полезно ли вам это было? Нужно ли вам это было? Кто пойдёт со мной? Кто пойдёт? Кто смелый, храбрый, кто хочет изменить свою жизнь и дожить до молодости? Я буду рада вас встретить. Теперь смотрите. Занятия начнутся уже в эту среду. Поэтому вот та 10-процентная скидка, там 11, по-моему, 600, а тут с 10-процентной скидкой 10 с чем-то тысяч. Так? Мы занятия начинаем уже в эту среду, потому что девочки меня уже ждут, когда группа пополнится. Я уже с вами, Тамарочка. Да, благодарю. Да, Томочка, спасибо, что вы ждёте меня. Да, Тамара, да. Я уже почувствовала за вашими вопросами, что это вы. Спасибо, дорогая, что вы здесь. Вот так вот, дорогие мои, занятия начинаются уже в среду вечером. Так что поторопитесь. Кто пойдёт, пожалуйста, поторопитесь с оплатой. Вот в течение суток двое, это на край просто. Зарегистрируйтесь тогда у организаторов. Вот. Но занятия мы в среду, скорее всего, начнём, потому что девочки уже ожидают. Ждут, не дождутся. Да, Тамара? Наверное, ждут, уже не дождутся. Дорогие мои, я с вами прощаюсь. Вам всего доброго. Вам любви, счастья, здоровья. Учитесь любить себя, любите, берегите себя, своё тело. Я вас обожаю за то, что вы есть. За то, что вы есть те люди, которые хотите что-то изменить в своей жизни. Танечка Марикова, спасибо большое за приглашение. Всем вам здравия, всем вам удачи и здоровья в этом 2017 году. Он очень будет трудный, сложный. Хватайтесь за хвост петуха, потому что энергии на здоровье в этом году очень активные. Вы получите много хороших результатов. До свидания, всего доброго. Спасибо, Леночка, и я вас обожаю. Спасибо вам большое. Намасте. Я включаюсь, Татьяна.